всем добрый вечер меня зовут женя и мы приветствуем вас на территории победившего букаки вместе с героями метагейм как приветствовать букаки привет я думаю мы так и не решили до конца как это все будет выглядеть ну что ж ребята мы рады приветствовать вас на завершении этого сезона приключения так хотелось сказать клад королеву драконов по привычке но нет это всего лишь это не фил это тема которая которая на этот раз называется враг повсюду третий предпоследний судя по всему сезон вообще все истории забегая вперед если конечно не случится ничего непоправимого то этот сезон не будет последним на самом деле мы сегодня быть может попробуем даже ложится в один эпизод просто он будет чуточку дольше потому что ребята шли по повествованию бодро активно и интересно и в общем-то уже практически приблизились к тому финалу который задумывался но если что-то произойдет параллельно не менее интересно то конечно всегда можно немного расширить границы нашей истории давайте вспомним кто с нами сегодня играют и по сложившейся традиции определим это броском кубика на то все даже брошу шестигранник щедро саша всем здравствуйте меня зовут александра на сегодня я не александра сегодня я саша джент когда-то русская балерина сейчас я выживальщик выживаю вместе со своим супругом который сидит в россии матушке остался здесь мой приятель джон джент который сидит слева от меня она молода скромна доброжелательно и сделает все что угодно чтобы сохранить свою семью и свою жизнь конечно же вам тоже звонят я проверил свой телефон под эти случаи я уже счастлив что я хотя бы записан у тебя в телефоне у меня кирилл например до сих пор не записан кстати заполох дискорд и потому что я подписана на бусте подпишись и ты еще ты можешь быть на такой вот прекрасной таблички которые я дописывала в самом начале видеть да мы добавили там два имени 3 как оказалось 3 но ты вот я до 2 до мыкаемся что на магах мы не добавили эти два имени которые нас уже давайте посажем и похлопаем какая банка а новых робертио гелемании между прочим уровень уровень бог за 500 рублей но не хочет подкидывать нам персонажа никому из нас не в один ландшот как же так ты чего и алекс габрилиан g или g это уже спасибо ребята присоединяйтесь к этому к этим надписям на доске на если вы хотите разместить рекламу компания но что касается дискорда да чисто теоретически можно там встретить дархуна и если рядом окажутся подходящий шкаф можно даже стать его настоящим другом так я не закончила представляться я хочу оправдать немножко своего персонажа на самом деле они такая плохая как вы думаете она всегда была ну не ангелом так сказать но семейные ценности ей не чужды на самом деле так что у тютю это геймить пока что то что мы изначально не совсем более себе ну я влилась в эту роль так сказать целиком и полностью ну короче вот такие душераздирающие подробности честно говоря я узнал для себя кое-что новое это мне казалось мне более или менее известно история саши моего персонажа смысл даже саши неизвестные намеки же были щедро рассыпаны по всему повествованию в самом начале между прочим еще в первом сезоне мы говорили о том что не все так просто в нашей предыстории именно это и было единственным намеком густо рассеянного спасибо саша следующий паша всем привет после такого представления просто меня зовут паша но сегодня я не паша сегодня паша джент я поменял паспорт между эпизодами теперь я не пить и без фамильные а тупить и тупить и я думал себе над фамилии просто пить и у меня была идея пить и сквирлов потому что белочка на английском это у меня ассоциация только с белочкой просто сквирла сквирла выбирал тоже неплохо кстати вот нового фото как стерилизация русскоязычного с двумя f на конце как 2007 застали вот до моего персонажа зовут пить и младший мужчина без белки теперь но надеяться что с гранатой и с коленями что самое главное для этого и нужны ролевые игры чтобы хотя бы в них почувствовать что у тебя здоровые колени вот не знаю что сейчас делать я видел как призрака мрази отстрелили колени а там теперь вместо колени слизь как бы черные предположения с прошлого с прошлой связи возможно призрака фил настолько мощный что теперь вместо слизи колени взрывать он коленями оттолкнуть когда слизь касается призрака фил конца как матрица революцию самый худший карьер мистер джен зачем вот я оставил я в общем в прошлом отношении с белкой как и еще более прошлом отношения с медведем теперь у меня есть я надеюсь что она у меня есть а именно любовь с женщиной по имени сейди между прочим если вы подпишетесь на бусти за определенную сумму и подкинете нам npc один из наших персонажей может мейклов с вашим нпс делать вот в общем но хватит на этом начни игривая настроение это прекрасно спасибо паша это у нас было давай кстати вот сами говорила про то что у нее типа не в предыстории не все раскрылось это тоже не все раскрылось предыстории так вас же медведь я же раскрывал то что я с ним обнимался я по-моему не скрываю ничего своей предыстории кроме фамилии здрасте здание лазарев сегодня джон 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 короче бывший русской нынешний нынешний человек мира борется с лизью с справедливостью и с пожарными машинами был пожарный теперь я деревян все давай едем с женой говорится и верим на спасательница человечества от слизи и возможно подкормить еще немножко коротком ясном и точно спасибо давайте давайте вспомним что у нас было в прошлом эпизоде дать придется тебе это делать ой матерь божья в общем насколько мне не изменяет память в отличие вдохновения вдохновения мы столкнулись в начале прошлой сессии подождите вот обидно когда не было никакой измены когда тебя в нее упрекают пока я только планируешь а уже попрекаю все таки не продуманы насколько мне изменяет память мы самом начале сессии встретились с дедом грэем так он начали что там с ними не сошлось ему пить и начал угрожать к настоящему я не угрожал грей начал угрожать пить очень в итоге они не под не подружились и один остался с синяком другой остался с ни с чем просто остался мы его в общем уговорили от хитрым маневра мы его отправили освоясь на границе бангоры бангора на границу и сами отправились по моему пожарную станцию нет мы из пожарной станции модернизировав машину в прошлом эпизоде то уже из пожарной станции разобравшись с адским грузовиком как раз добрались до грязи вкратце мы помотались пока тающий бегал военные за призрака филм очевидно мы помотались по бангору и насобирали налутали так сказать людей себе в тачку уговаривая почему-то блин долгими уговорами каждого спасаться из сраного города не всех уговорили хочу все уговорили ну и хрен бы с ними хотелось бы конечно раскрыть некоторых заготовленных персонажей в городе но не хотите идите поэтому набрали кого смогли и помчали помчали домой мы помчали к себе на грузовике мы помчали домой взяли гранаты собрали шмот вышли и там колени филмом и появился внезапно голос из подворотни такой наглый подлый пока мы там выходили лутались стоять руки вверх колени вниз и обернулись коммунисты бам-бам и стоит короче хотела убить старушку так все и было и впихну пару пару ремарочек на самом деле ну по поводу эвакуации жителей бангора многие из них были просто-напросто озадачены ошарашенным столь скорая эвакуация во вторых все-таки не надо забывать о том что я просто напомню потому что теоретически он там еще был конченоса полагается который вообще очень загадочный тип и еще мистер эдринс радиостанции все-таки обмолвался о том что некий агент фишер прибывал в город и пообещал скорую эвакуацию может быть отчасти поэтому жители такие держались за уже обещанное прежде чем открыться чему-то неизвестно потому что приехал приехал обещал ну и четыре дня прошло так до сих пор никто не приходит военный красивый раз крылья этого товарищей радиорубки шоу где там до часа пришел прибавилось а это разумная слизи человек да ну об этом можете узнать подробнее посмотрим предыдущий эпизод потому что он уже находится так сказать шаговой доступности ну а второе что я хотел бы сказать я прошу прощения если буду может быть говорить немного тихо потому что у меня еще после небольшой простуды на выходных до сих пор поваливаю город но будем надеяться что будем надеяться что эфир пройдет успешно и так напоминаю вам диспозицию надо врубить что-то такое много пожутче призрака сильная саша мы остановились по моему когда ты шла в сторону дверей дома вы же в это время выходите ты видишь хорошо знакомая даже одна же спасенная тобою вот этими руками лицо могло ухмыляющие могу ухмыляющиеся смотрящая прямо на тебя а ты я помню твой вопрос что ты хотел хотел посмотреть что вот это мразь на страна мать своих я не знаю как его назвать супер владеете герой там ну короче вообще не сказали самое главное честно говоря что было в прошлом эпизоде что я вот сейчас только что вспомнил что уважаемая белка которая сопровождала пить и в этом тяжелом путешествии в этом нелегком выживании оставила его вернее он ее оставил видимо удача была вместе с белкой и поэтому оставив белку он вышел на призрака фила но к сожалению так совпало и так рядом с филом стоит незнакомый вам кстати говоря солдат незнакомые совершенно непонятно где не не ты не видела в лесу да не ты джонова не видел может быть то даже с какой-то опаской и думал там увидеть кого-то из неплохих ребята этой компании вроде которого парка или кого-то еще но нет совершенно какой-то незнакомый парень который просто стоит целится у вас своего уже его лицо не вызывает не выражает совершенно никаких никаких эмоций это смотришь на колени и удивление этим даже страхом видишь что все в порядке и у колени целом когда страны он делает короткий шаг назад ты хотел сказать собака ты я наверно стою я у меня топорик на поясе висит но я ковбой как обрети носи но не достаю то что наши руки это кстати можешь пробросить скрытность или если у тебя есть трюк который позволяет напасть внезапно нет тут ты можешь это сделать но я буду бросать наблюдательность а а какое здоровье восстанавливается пока выбор вообще учитывая что прошло совсем немного времени здоровье восстанавливается в данном случае лечения а то что у меня учитывая что тебя просто как ударили в общем то это никакая травма не такая глобальная огнестрельное ранение неноживое и прочее ну давай щедро отсыплю тебе 5 единиц здоровья но у меня еще заживает как на животном тем более от ловкости ли это интеллекта скорейность давай от ловкости все таки у меня тоже шестнадцать но в данном случае ты получаешь я делал шаг назад так ставился полу героическую позу в грудь и руку среди рукой себе не заняться лапы конечно за топор я готовлюсь заготавливаю типа просто стоит свой дом понятно понятно а я давайте обыграем а то следующем вам пока фил ухмаляется до своей гнусной знакомой ум ухмылкой значит он звал меня собакой джон ну хорошо предположим я наверно как 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 любая собака знаю кому хозяину лучше служить сторону от двери и как что ты гнида выжил да я видел что там происходило забываю название этой штуки постоянно а неважно этот полудохлый гарнизон уже давно сгорел они в общем-то круто разбежался кто-то его взгляд какого ползают сторону потом возвращается в голове как какой-то майник метнулся возвращается обратно он давно сгорел а тут мудила поварк гнусный ублюдок предатель свалил чтобы помочь этому несчастному мудаку своему командиру но я прихватив кое-кого из таких же верных ребят он кивает на своего спутника он спутник вообще не выражает никаких эмоций тупо стоит и целится решил навестить долбаный бангор и как видите не прогадал понятненько пишусь тебе надо надо напомню респективно я здесь один стою сейчас со мной я чуть позади наверно ты стоишь сзади и они ну фил видимо так поглощен своим триумфом как ему кажется что он вообще не обращает внимание что что творится сзади сбоку я вижу вот эти вот изменения перемены я сомневаюсь это отражается скорее мимически может быть услышала голосом как он заикается он ты не видишь его лица поэтому просто мы уже встречали такое поведение поэтому я ну да да то есть как ну по волосу потому что он говорит ты можешь западать что с ним явно что-то не так как минимум я бы хотела сейчас я хотел спросить куда целится этот придурок 2 если всего немножко прямо в сторону чтобы ну может быть ему было удобнее держать вас обоих поле в поле зрения 2 придурок на самом деле кинем просто-напросто почему бы и нет он держит автомат направлен на тебя видимо он полагает что с его командир там или кем он ему теперь приходится разговаривая с джоном то у него у неё шамушки и он соответственно контролируют твою пространство ночи шальная идея и у меня щепотки танчит а я разговариваю с ним так и что же тебе надо здесь от нас мне казалось ты там разобрался со своими проблемами своими солдатами с прочителем это зачем по большому счету может быть и не но я встретил тут одного старого идиота который еще получит свое вот вот молился что-то наверно замечаешь как у него инстинктивно дергается левая нога слегка ну как будто дорогой схватил или что-то вроде этого я встретил тут другого старого идиота который как всю землю провалился рухнув канализацию орал что-то про коммунистов но скажем так что я тут ни перед чем не остановлюсь и она придет сюда джон она придет сюда во чтобы то не стало ходит ты в соплях по грязно и у тебя теперь ментальная связь с ним ну быть может что вы несете мистер джем подожди и если вы соберетесь воевать определяется вашей реакции даже если не воевать если мы хотим что-то сейчас разговаривают я замечаю это явно хотела бы воспользоваться своим преимуществом виде того что они не видят меня вот пожалуйста я думаю у нас и саша и джент одинаковая русская церковь но они меня не видят поэтому я бы хотела пока он разговаривал снять каблуки красиво чтобы тихо но не красиво я хочу ну ладно там земля я хочу но у меня прям безумная немножко заявкой хорошо я хочу оборвать нить что хочешь нить оборвать так а может даже 2 если понадобится я хочу подойти ну аккуратненько тихо сняв каблучки к машине взять шланг с водой и протянуть вернуться обратно да да протянуть у нас вода из речка ну договориться предварительно там же оставались у нас люди давай так я скажу тебе что ты видишь у нас ты как это показывают иногда наверное фильмах ужасов склоняешься чтобы не уметь снимаешь свою обувь параллельно твой взгляд падает на что-то слева ты помнишь крик короткий вскрик мадам без пен когда она не ожидала застать незнакомцев в саду она лежит без сознания ну скорее всего и просто ударили можем прикладами для данного комма модели старушки надо понятно что подонки это редкостная ты медленно отступаешь назад в принципе поскольку ты не предпринимаешь ничего сверхъестественного и не будешь цену ничего что вы чего в ней быть не могу бы ты можешь это сделать спокойно ну поскольку надо размотать шланг и так далее ну тебе единственное конечно придется прокинуть скрытность но я да я прокину сейчас скрытность но если у меня получится я бы хотела попросить наверное кого-нибудь там у нас остались там с вами кстати забыл с нами был жирным чувачок ну надо кейрон и сейди и сейди и вот это вот женщина по моему вот это вот женщина отец фраер не захотел с нами ехать до этого далеко на dark холма мы не берем ну да и кстати вот тебе в голову приходит эта мысль что как-то же эти двое преодолели был посту и что спанельно а я могу в счет этого задействовать нить я просто боюсь что у меня не получится скрытная я хочу чтобы это получилось отвлеки у меня есть есть давай делать погрузим немножечко в три ты можешь задействовать так называемый ход судьбы то есть есть ход зависящий от твоего атрибута ну как-то атрибут что там связано по моему то ли с удачей то ли с проверкой внешностью но есть как раз то что мы задействовали это в нужном месте в нужное время то есть это добавить цену какой-то элемент или предмет которого ну о чем я говорю не могло там быть но он там есть есть ход повезло в принципе тебя подойдет это просто-напросто ты можешь или получить автоуспех принципе скрытность если по задействуешь две нити подчеркиваю а если одну то право переброса кубика один раз и ты при этом ты не обязана принимать второй бросок если он будет хуже первыми то есть это общем такой переброс хорошо еще два хода тебе не подходят потому что один из них я думаю вряд ли потому что это ход старый знакомый хотя как знает может ты хочешь обратиться к дорогому еще один год но это просто если на случай кто-то решит его задействовать потому что этого никто не делал ход рука судьбы ты тратишь нить чтобы твой противник попал в неприятности он немедленно совершает проверку неприятно и я ему устрою неприятности так мне главное добраться до этого давай хорошо я хочу бросить кубик и случае если у меня не получится перебросить его цену и нити это то можете а это ловкость и скрытность в данном случае да также как у джона ловкость и скрытность я бросаю проверку свои наблюдательности это в любом случае сколько один перекидывай делаю выбор да я перекинул 11 а это очень мало с моей ловкостью а нити восстанавливаются в начале сессии до нас они протягиваются помолы в 2 нити их количество не прибавляет а я потрачу на восстанавливать на все потрачу у меня много меня двадцать у меня это у меня 15 это успешная проверка но явно маловато для твоей легкости и балетной грации рассказываю я представила как в антисе давай рассказывай что захочешь делаться да я хочу тихо пробраться к машине переступив через женщину размотать размотать она лежит немного в стороне от забора поэтому тебе не приходится переступать она ходит и переступает я разматываю шланг договариваюсь сэнди по сигналу ну с кем ты обращаешься к сэйди или кельки мук сэйди а она прижима что приучек мужик и сошли кувачем могут что я там все в порядке 40 раз пахнут и взгляд по сигналу тени за рычаг сигнал я думаю ты поймешь заправлю но так немного кивает перепуганная но хватается ручонка за рычаг я тихонечко возвращаюсь обратно ты медленно крадешься в это время ты наверно за спиной ты обратил внимание что саша куда-то отступила я думаю ты прямо догадываешься что что-то затеяла ты бросаешь также взгляд на гражащую бессознание мадам веспен фил стоит ты видел уже эту такую полу кататонию но сейчас она чтобы была понятна разница но между этим несчастным агентом питерсоном которого там замучили бедолагу и филом у него не длятся эти приступы настолько резко он не теряет не настолько долго вернее наоборот он не теряет нить разговора такое ощущение что он проваливается в какие-то моменты но тем не менее он ты видишь что он контролирует себя как бы то не было даже может быть его движениях появилась какая-то там скажем так грация которая до этого была ему недоступна он прямо когда он вступал назад он прямо отек буквально в пространстве ты что ты хочешь сказать да я смотрю на него говорю ну это отек в пространстве ты бы это шел бы к своему там через речку там вот твои родичи теперь все живут и можно в принципе идти а мы тут посидим на этой стране я тоже хотел бы после очень любопытно процесс мне было сказано что какой-то идиот владелец местной радиостанции или какого-то магазинчика с радиодеталями уже закинул наш зовет и продвинутый дрон за территорию речки дрон какой-то гребанная машина если нравится дрон пускай был зонт я хотел бы подойти к сзади ближе к джону и попробовать скрытно передать ему в руки гранату без чеки он же пока не прочего она не взорвется ну так работа я знаю то есть просто она готова к тому что ты бросил ее зажмута конечно же нет а что это игрушка ты поймешь пожалуйста если ты хочешь что-то сделать действие я хотел подойти ну как бы я чувствую себя под защитой джона дженте я бы в любом случае к нему подошел пускай ну давай так ты немножко движешься в сторону спиной слегка движешься сторону спиной парень который на тебя смотрит тут просто такими же мерными движениями голодная призрака просто поворачивая стол в твою сторону да очень плавно я хочу использовать нить так чтобы рядом с нашим три улицы был небольшой небольшая горка была при горе там где-нибудь на какого-нибудь закономить барит бордюра тротуара стоял мусорный контейнер на колесиках которые возможно спешки вывозили но бросили он припарковал скажем так скатывая сборка немножко уперся в какой-нибудь кучу листьев или мусора и стоял таким образом и тут пускай из-за не знаю дуновение ветра течение ручейка ты после дождя не значение короче сбывают эту листику его сдерживало и это контейнер начинает ехать вниз ну в принципе это вполне укладывается я начинаю ехать вниз пожалуйста влетает в парни который держит в автомат если ну куда-нибудь короче чтобы их они отверли надо прям перебор просто отвлечь он может ну короче какое-то движение скатываю я буду метать сначала опор потом будет так пить и а потом она ультует своим своим нет я метаться не буду туда давай так до обрываешь свою нить происходит следующее я тогда сам давай так ну чтобы это как-то больше времени оправдать ты замечаешь простую картину которую то без это просто напросто замечает действительно может быть и краем глаза поглядывал за движением сбоку от тебя и ты видишь как действительно какой-то мусорный контейнер медленно-медленно он вдруг будто бы замер в движении но потом все-таки гравитация его пересиливают он начинает катиться вниз удаляется пускай этому я хочу пока он катится я вижу это я говорю знаешь что где сил что джон и придумывай что бы он владел каратэ он владеет тогда лучше белка качалкой белка глава мафии мне кажется белка просто сдала нас кстати было в чате такое предположение мне очень понравилось еще предположение вернее не предположение а фраза филосу твои товарищи за речки в трубу затекают так сообщили мне вашу реакцию русская церковь 5 русская церковь 7 саша пид у нас одинаковая да помада у нас по семерочке да но поскольку все-таки в данном случае будешь первым действовать ты поскольку ты хотя бы это заявил то дальше вы можете ну как-то договориться это между собой вот бросить кубики чтобы определиться кто будет действовать первым саша в бронспойтом или пид с гранатой я считаю что я должна первая марк привет я их отвлеку а вы сзади кинем кубик проблема в разбой может быть в том что он может смыть гранату в обратную сторону дури поэтому фил видимо действительно нет выходить как давали мы кинем кубик я не сказал что давайте считаем кужом сделала очки даем свое дело просто 20 что мне не скажу Ну, у меня шесть. У меня пять. Вот это у вас цифры. Слушай, ну это же. Так, дайте я включу музыку. Вот это броски. Полагичнее я немножко. Так. У меня тут попадается сплошь лавкрафтианский эрбен. Да нет, слушай, сейчас если кипиш начнется, то явно я не буду кидать гранату. Точнее совсем. У меня интеллект-то вполне себе. Я буду прятаться за спиной Джона Джента. Ну, я просто в любом случае первая заявляла о своих действиях. Мне не давали шансы. Меня пугает Darkest Dungeon саундтрек. Итак, первая все-таки действует Саша, да? Да. Ну, из вас двоих ты действует. Первая. То есть ты вот видишь, наверное, как это джонглит. Я навожу. Да я еще не придумал. И врубает. Куда ты бьешь с призраком? Ну, в общем, мусорный бак ударяется. Там пускай даже... Он инстинктивно оба отворачивают голову. Он ударяется там в фонарь, допустим. Они там поворачиваются. Они даже делают это синхронно прямо, как две машины. Отлично. Я хочу, как в фильме с Анжелиной Джоли, господи, про пули. Они что там стреляли. Мистер Миссис Смит? Нет. Ну там, где пуля. Пила Андреев. Особо опасен. Особо опасен. Он делал так. И пуля такая просимилась. И пуля такая... Больше Болливуд напоминает. Ты хочешь попасть в какую-то конкретную зону поражать? Очень хочу. В колени. В колени. В колени. Да, я не могу. Он не успеет регулировать. То есть, если у него полетит еще игрона по вообще. Да. Это просто кубик плюс меткость? Это просто кубик плюс меткость. А я... У меня же меткость, учти, складывается. Ты помнишь, с чего случилось? Модификация ловкости? Да, да, да. Я использую свой навык, сорвей трюк. Сорвей голова, которой при чрезмерной опасности можно перебросить один бросок на сцену. Принять наибольшее. Да, наибольшее. Давай. Чрезмерная опасность. это 18 18 18 ты безусловно в него попадает но твой топорик просто ты видишь с ужасом наверное удивлением что он просто вездит у него включится в колене колени кидал да точно прошу прощения в общем кала что ты его так эффектно хотел по шее залетели колено думал не коллега его лично он черт не врезается но не совсем в коляду по вашему в бедро буквально над коленной чашечкой его голова дергается назад голова его напарника тоже дергается он поднимает вот это смотрит с интересом созручающим на свое колено достает топор двигает на будет интересно нажать что это последнее что-то сделал в своей жизни саша я навожу на на его и кричу и ублюдок опять тоже самое слитное движение я повешу твои колени у нас на тачке у тебя в руках просто смотри как как мы сейчас это сделаем я не могу найти это наверно нереально найти прямой канала в качестве оружия но мы поступим с тобой следующим образом ты сделаешь мне проверку силы просто как нет проверку атлетики через силу шланг ты не к некоторое время ничего не происходит ты видишь растерянных двух противников но тут шланг просто оживает у тебя в руках и как я я начну вырывается под напором воды и тебе нужно его просто удержать ты инстинктивно хватаешься на его металлический балдашник у меня еще есть ну правда я не знаю подойдет не подойдет есть подлые приемчики откажется будут у меня плюс 2 крона из-за подлых приемов еще раз не поняла за курору плюс 2 курору это будет считаться немного по-другому но окей тебе нужно просто его удержать давай посчитаем это как бонус твои силы у тебя есть навык атлетики? да окей 18 если считать вы наблюдаете следующее я кричу еще можно добавить добавляй я немножко растерялась потому что ничего не происходит а когда уже пошел напор воды я кричу мы русские слады да что за имперский лозунг окатывая два тела перед вами ну ты джон поскольку ты смотрел на результат своего броска естественно ошарашенный тем что никакого видимого эффекта он не возымел ты видишь как два этих тела они дергаются и просто застывают на месте шеи их поскольку струя ну из бронспойта еще не доходят до головы может быть тебе все таки не хватает сил держать шланг достаточно высоко и они по шею окачана воду они стоят у одного из них на руке повисает автомат другой напарник фила просто его роняет сразу же на землю они сейчас обездвижены и пит ты можешь предпринять какое-либо действие какую-либо действие я не знаю ну я наверное бросаю последний взгляд на белку говорю берем к машине я бегу в сторону саши джен становлюсь рядом с ней ну я имею ввиду около машины достаем гранату да я бегу к женщине я бегу к женщине я и хочу поворачиваюсь и беру женщину я и хотел сказать что я ну жду момента когда джон джен естественно дойдет в сторону машины я не хочу вам здесь не нужно ничего прокидывать теща секрет в будущее бросаем гранату я хочу посмотреть чтобы сопли разлетелись сейчас мы будем бросать урона в гранаты разбросать сопли дайте посмотреть как это делается но разумеется это будет разрушительно кроваво и жестоко вы конечно просто не люди вообще у вас нельзя в общем сумку я хочу потратить нить чтобы остались только колени а ну давайте уже не доходить до барана они со слизью я хочу поместить их как кубики знаете над иконками а не со слизью это опасно я хватит женщину бегу с ней и носить слизью ее перерывать Саша а ты продолжаешь держать руку на транспорте? не надо делать проверки просто ну соедини не вырубай я вижу что они убегают я стою играю с тобой да подхватывая чтобы ты пока они были замерты от твоего бронзбой это кинуть им гранат ну я все таки смелая после того как я кину сразу же бежать потому что я понимаю что с этими военными сука страшно не надо меня то что будешь делать надо этот оба зима так сейчас одну зиму я держу в любом случае да так а у вас напомните какая там граната в природе водится осколочная осколочная предполагаю тогда я утик шпушка фашка световая так световая наконец-то нашел короче осколочную все таки да ну я думаю да если мы ее притягивали к баллону с газом нет я думаю что там есть какой-нибудь забот женщина и мной потому что я с тобой же все окей ты бросаешь гранату ты прямо скажем не 100 метров осколочной так ну и вы как бы не так далеко ты единственное что смотри ты бросаешь ее следующим образом ты бросаешь свою меткость yes да и есть еще такая опция ну может быть ты захочешь сделать именно так поэтому я обязан тебе сообщить давай если ты бросаешь не в кого-то из них чтобы ну прямо породить цель чтобы она оказалась на смысл а например просто в землю между ними ну да что-то вроде этого ты у тебя будет сложность всего лишь 10 ну да вот я бросаюсь между ними я хочу чтобы двоих заделали они тем более близко если стоят они не могут двигаться поэтому я не ловил если что он сам остановился у меня 13 13 13 естественно тебе этого хватает если 10 да граната взрывается так именно так король короче именно так радио взрыва тут 3 метра я подосечку ты не попадаешь опиши добивание вообще говоря косичка тут косичка я кидаю гранату говорю после того как бросаю кричу миссия да бежим мы бежим спиной в сторону пожарной машины какие-то доли секунды опять слоу мо как в прошлом эпизоде заход раздается взрыв и мы я наклоняюсь на каблуках уже бежишь за спиной у нас красиво огонь там где-то между огнем видно белку и потом сверху на нас пожарную машину на все это что вода в перемешку со слизью и остатками призрака филы падает белка в огне ты такая ха-ха-ха-ха ха-ха-ха все именно так я делаю вид что я просто герой я выхватываю топор чтобы перед всей деказаться еще более за исключением одной лишь детали позвольте мне все-таки добавить такую реманку а ты что добивание все равно не добиваешь да если бы слизь попадала на воду я не понимаю ничего бы хорошего с вами не произошло поэтому давайте так это для красоты момента если бы они могли двигаться я вам скажу так у них были бы кое-какие дополнительные бонусы все-таки еще какие-то шансы но поскольку они были фактически обездвиженными шансов у них к сожалению для них не оставалось может быть ты видишь ты наверно только видишь как в последнем всплеске ненависти да почему бы и нет голова Фила просто поворачивается на 180 градусов воображение тебе даже дорисовывает скрип костей он открывает рот стремясь что-то сказать и тут твоя граната взрывается его голова отлетает и ползает к тебе нет колени ползает вот такая голова и маленький наш взрывается крыльцо взрывается передняя часть дома шметки разлетаются по двору но вы уже успеваете выбежать за забор и ты саша держать бронспойт из которого хрящат вода ты джон наверно подтаскиваешь мадам без пен к машине и ты бросил гранату и героически выхватываешь поворачиваешь еще взгляд среди смотрит своими глазищами держится за рычаг и вырубает рычаг все у меня же голова скрушилась прекрасная работа миссер джент я вас недооценил вы прекрасны удусовывается ты бьешь меня в смысле голову от машины? нет нет я даю тебе пять а потом обнимаю как собственно так так я начинаю плакать я начинаю плакать я под нашим тетчете я понял что тетчете даю на бок это настроение сразу вот наверное в этот момент она открывает глаза что? все нормально стоите с ней все в порядке что произошло? все хорошо видите как героические как ты дорогой все хорошо все приятки все нормально все нормально нигде не боли как твои колени разве что краем глаза. Ой, это было близко. А вы молодец, молодой человек. Молодец. Пацан еще один в соло зарешал. Ну, а кто это был? Что им нужно? Я помню, как я вошла во двор, увидела мужчин в военной форме. Тут свет померк. А это... Это военные. Нет, это не военные. Это не те, которые обещали вас спасти. Мы не стали бы убивать тех, кто пытается вас спасти. В ней прорываются обычные поучительные нотки. Ну, об этом все догадалось молодую человеку. Боже, как болит голова. Сейди, наверное, перебирается. Тетушка Слорос, все в порядке, хватает ее за плечи. Все в порядке. Главное, что ты в безопасности. Да, если найду. Что? Ничего. Пожарный шланг? Хуже. Влассовывается от кого-то тоже эскобила, смертельно бледный кейрон у него. Остатки он буквально дыбом стоят. Что это было? Я вообще даже не понял, что случилось. Шланг какие-то взоревые. Что произошло? Это дивный новый мир. Теперь сейчас будет так часто. Нам надо срочно уезжать из города. Кстати, у меня тут посетила мысль, пока все округ взрывалось. Давай, Джон. Я уже ничему не удивлюсь, наверное. Коля, вот эти вот парни с нами сегодня встретились. Стало быть, они как-то прошли через границу. Хотя, с другой стороны, на границу охраняют только два человека. Они могли только за лесу облить и просто дорогу. Но думаю я. Джента и Искорка, они вроде нормальные ребята, может кто же знать. Сзади раздается голос. Знакомый вам, пожалуй, всем троим. Ну, вы стояли... Карл Серый. К сожалению или к счастью, парень, сердце у тебя, конечно, доброе. Но иногда ты слишком полагаешься на людей. К сожалению, Джеймса с его приятелем боюсь, что их больше нет. Вы поворачиваетесь на голос. Там стоят три силуэта... Не знаю... В лучах закатного солнца буквально. Полыхающего дома, судя по-другому. Случат полыхающего дома. Один из них это мистер Бахман. Он стоит, его двустволка заброшена за плечо. Он чуть горько так улыбается. Где-то он потерял свою бейсболку. Ну, волосы его так же, как прежде, аккуратно зачёсаны назад. Рядом с ним стоит Карл Грей, скрестив руки на груди, смотрит на вас с ехицей. И третьим стоит высокий мужчина в белой рубашке с слегка торчащими волосами, в чертах которого проглядывает что-то слегка азиатское. То и Саша, ты узнаешь в нём гостеприимного хозяина бара «Тёмная фантазия». У нас в пьяни. Питье. Нам нужна новая машина. У Манжи есть. Точно. Мистер. Мы должны уничтожить их. Баф вам. Нет, я бы правил. Он же разговаривал. Мястом в машине может не хватить. А, да что, вы подумали, что мы претендуем на ваш... Я даже не знаю, как это назвать. Как думаешь, Билл? Билл улыбается. Я думаю, это имя, чтобы оно не означало, ему достаточно неплохо подходит. А что эти... Что это вообще за подонки были, которые так жестоко расправились с парнями? Они сражались, как и вы, но мы вообще... Я как раз отправился на кордон к Рику. Где-то по дороге меня по обыкновению догнал Карл. Ну да, пришлось, конечно, немного потрудиться. Меня по обыкновению догнал Карл, появившийся из ниоткуда, и сказал, что, честно говоря, он был излишне прежнего возбужден, излишне привычного. Плел что-то про какие-то грузовики, про каких-то коммунистов, но я даже решил, что с ним опять случился какой-то приступ. Карл фыркает, ну... Никак больше не выражает свое недовольство. Но мы встретились с Риком в точке рандовую, и добрались до гарнизона, и выяснилось, что... Ну, в общем, ребятам было уже не помочь. Это все военные. Нельзя доверять в наше время никаким военным. В наше склизкое время военные тоже стали очень склизкими. База А-38, как вы считаете? Другой вопрос. Ну, скорее, он это произносит Билл. Ну, он скорее так просто бросает это куда-то в пространство. Вмешивается Бахман. Как знать, Билл, как знать. Ну, как бы то ни было, я смотрю, вы неплохо задали им жару. Куда намереваетесь держать путь дальше? На... На машине из города. Да. Ну, что ж, если вы нашли обратно в Castle Rock, я так понимаю, вы возвращаться не хотите. Из этого я делаю простое заключение, и поражу свои дедукции, сказав, что вы намереваетесь пробиться к аэропорту. Мы не говорили этого. Мы думаем на отходение Путина. Ладно, ладно. Мистер Бахман поднимает руки. Я, в общем-то, не намерен ни занимать место в вашей Таратайке, ни как-нибудь напрашиваться в Ангаронию. Таратайка. Поэтому совершенно без разницы, куда вы дальше держите путь. Мы тут посовещались со старой гвардией. Он хлопает по плечу Карла. И решили, что какое-то время еще побудем в Бангоре. Если вы заберете отсюда девушек, он... Наверное, наверное, мадам Гаспен в это время у своего мистер Бахман. Доброго вечера, мадам Гаспен. Если вы заберете отсюда девушек, да и, в общем-то, Кейнона тоже можете с собой прихватить. Как-то толстый с радиостанцией. Ну, если вы были на радиостанции, он-то уж точно не боец. Ну, это, по крайней мере, будет хорошим и благородным делом. Ну, а мы подумаем, как быть дальше. Ну, в любом случае, может быть, двинем куда-нибудь в сторону Каслого Рока, может быть, двинем еще куда-нибудь по шоссе. Ну, мало ли, какое место для приключения найдется для стариков. А вот вас тут сыщенник. Отец мой файтер. Отец мой файтер. Отец мой боец. Честно говоря, он так давненько не появлялся на людях, что я уже вообще про него забыл. Можем бил вмешиваться. Нет, нет, я про него помнил и даже относил ему воду на днях. Ну, как обычно, просто оставил ее у дверей. А что такое, что же случилось? Он с вами? Он тоже эвакуируется? Он отказался. Поэтому и спрашивают. Странный персонаж. Поэтому вопрос интересный. Ну, Карл, наверное, вмешиваются. Ну, я бы сказал так. Если кто-то здесь вообще, в принципе, знает или загадывается, что происходит, это отец файтер. Он всегда был слегка странным, малым. Я уж не знаю, божье это озарение или ему действительно что-то известно. Но он, по-моему, единственный тут никогда не проявлял ни малейших признаков памятники. Мы, пожалуй, навестим его. Если ему нужна помощь, то не беспокойтесь. Мы ему обязательно поможем. Наверное, ему нужна помощь. У меня найдется парочка очередных обходных путей. Не хотите? Нет. Поехали. Пришло время, я думаю, прощаться. Удачи вам в ваших начинаниях. Нам пора. Пора. Дело идет к закату. Ночью прорываться. Призрака Фил говорил, что кто-то что-то придет сюда. Должно завалить как можно быстрее. Я переживаю, что призрака Фил сейчас собьется обратно в лужу и вылезть обратно. Так они могут сесть на другую машину. Если что, отвечайте себе внимание. Был ли он один? Машин больше нет. В городе? Как это не нужно? Машин больше нет. Надо. Ехаем тебя. Надо скорее отчаливать. Приятно было. Приятно было. Бахман улыбаются. А вот тот молодой человек хотел уехать. Нет, вы скорее. Бахман улыбается. Ну, чего вам бояться, я уже и так предупредил. А так, как говорится, земля круглая, а мир довольно тесен. Как знать, может быть нам суждено еще увидеться. Так, да. Будьте осторожны, если моя догадка все-таки была верная, вы рванете в аэропорт. Ну, а если отправитесь в Дерри или куда-то еще в штате, передайте привет этому мудакую с канализацией. Я давленько с ним не виделся. Кажется, Карл Грей? Что, конечно, здесь я? Сплинтеру? Сплинтеру? Что происходит? Это понимаете, что ли? Естественно. А, ну... Кому же еще там? Я думал, сплинтеру. Я за какую часу не видел? Слишком да издалека нашел уже. Хорошо. Обязательно. Ну, это... Быстрее машину. Все машут, наверное, вам след. Билл улыбается чему-то. Карл... Вы видите, уже отходя в сторону, как Карл поворачивается, что-то говорит. Бахман, он слушает, кивает. А вы садитесь в машину и, собственно... Я по газам валю. Движетесь вперед. Они какие-то все сумасшедшие здесь. Здесь была сектанка. Что у вас происходит в этом городе? Что с ними, с ними не так? Здесь была секта. Я... По-любому. Ну, не Бангора, а сектагор какой-то. Я читал газету про какого-то... Сегодня пост в ВКонтакте. Про какого-то сектанта... Который поедал... Который говно просто. Фекалии. Да-да-да. И заставлял своих чечен. Я-то уже слышал эту новость. Я был умываться своими людьми фекалиями. Это возможно только в нашей любимой Америке. Больше. Мы нужны. Это превосходно. Очень легко мы отделались от Карла Серова. Ну, как Егор. Мы слишком легко отделались от Карла Серова. Да я уже, знаешь... Я уже... А про кого говорил Фил? Ой, я забрел. Держите руль. Про кого говорил Фил, что... Кто-то придет, он говорил. Он был странный. Он говорил... Он говорил, что оно скоро придет. А про кого он его не уточнил, не успел. Потому что его тренинер... Может быть, это... Я поворачиваюсь... К Кейрону. Это твоя дочь придет. Су-у-у-у. Парень, я уже надеялся, что ты закончил с этими шутками. Но я же уже сказал, что я натворил. А вообще о чем бы кто придет? Куда придет? Подожди. У меня есть подозрение, что вскоре... Но призрака Фил нам дадет информацию. Молодец какой. Что вскоре Слизь переберется каким-то образом через... На эту сторону. Да. Или придет с другой стороны. Возможно, Слизь как-то... Ну, она же размножается. Возможно... Как появились эти? Ну, эти призрака Фил и второй. Мне кажется, он с самого начала был мразью. А потом и с слезливой мразью. Все, ну, блин. Не в этом суть. В принципе-то нам... Нам один хрен надо в аэропорт ехать дальше. Набираться. Не мир спасать, а жопы-то свои. Как говорится. Мчим. Я понял, что вы мчите в аэропорт, если вы... У меня заявка есть. Пожалуйста. Аэропорт же на другой стороне. Да. Я бы хотела, чтобы наша машинка остановилась у реки и восполнила свои запасы воды. Но это не совсем так работает. То есть там обычно специальная площадка, где можно набрать воду. Насколько я помню, это с уклона, но, скажем, так-так не наберешь. Ну, да, но вы можете воспользоваться, если вы хотите сделать крюк пожарной станции, можете воспользоваться. Ну, наше что-то осталось. Я думаю, в любом случае, да, не так много. Ну, на самом деле, не так много. Все, хорошо. Половинка точно осталась. Еще есть ничего. Даже больше. Ничем. Не ничите. Вы подъезжаете к речке. Мост выглядит совершенно безмятежным. Другая сторона реки тоже выглядит не менее спокойной. Даже как будто пустынной. Река... Что река? Река несет свою воду дальше. Видите, в принципе, что по большому счету. Но музыку я все-таки включу. И трупы. Трупы. Я еще подумал. Нам же что? Нам надо детской... Ну ладно, ладно. И нам же дед сказал, что священник-то что-то знает. А еще я видела какую-то тень. Какую? Я же говорила, я видела силуэт. Священник? Обычно священники всегда что-то скрывают. Обычно маленьких мальчиков. Сектант. А я вам поворачиваюсь. Ребята, что это? Давайте не будем делать так, чтобы нам канал улыбили. А я вас уважаю. Почему всегда на моих играх делаю вот так, чтобы нам канал улыбили? Да ладно, не закроют. Теперь это не коронизация теперь. У нас просто закроют YouTube. Чего вы паритесь? Я летаю. А я поворачиваюсь к этим придуркам сзади. Я нашел, кажется, это жутковатую музыку. Поворачиваюсь к этим придуркам сзади и говорю, что вы знаете про отца Файтера? Почему он не поехал с нами? Почему вы не вышли уговорить его поехать с нами? Вам все равно на него. Кому ты именно обращаешься? Да всем троим, они сзади сидят. Сзади растеряна, просто пожимают плечами в ответ на твою претензию. Я, Пит, я не знал отца Файтера, честно. Не ходишь в церковь? Чего? Не ходишь в церковь? Да, вообще-то нет. Я предпочитаю химический кружок. Любовь. Поконьте. Пейте, будь прогрессивней. В наше время все ходят не в церковь, а выйдем. Все. В химические кружки. Кейрам также своим этим привычным жестом примирительно поднимает руки вверх. Что до меня, ребята, да я, честно говоря, нет, я знал отца Файтера. И, в общем-то, не то чтобы с ним приятельствовали. С ним, наверное, никто не приятельствовал. Но он вполне неплохой мужик, помогал бедным и так далее. Жил достаточно скромно, все вкладывал в церковь. Но мне всегда казалось, что он как-то немного себе на уме. И я, честно говоря, даже не знаю, что он решил, оставшись здесь. Поэтому, ну, если вы не стали его никуда тащить, я тем более решил не вмешиваться. Мадам Веспен в замешательстве немножко. Она откашливается. Ну, что до меня, я... Может быть, мне и следовало подключиться ко всему этому. Но... Я тут нет. Нет, пожалуй, нет. Она стряхивает головой. Пожалуй, нет. Я раскрываю, я разделяю воззрение Кейрана. А что он нам сказал вообще? О чем идет речь? Я просто обратил внимание, что когда вы вышли от него... Ну, вы были очень озадачены, мягко говоря. Он сказал, что... Мы все умрем. Да? Да. О, ну... Вас это не пугает? Ну, скажем так, мисс, я не могу в это поверить. Дело в том, что отец Файтер был всегда очень сдержан. Да ладно, ладно, я пошла. Даже во время самых своих ярких проповедей. Поэтому говорил он замечательно. Он говорил пламенно, пылко и... Так что заслушаешься. Ну, никаких апокалиптических, скажем так, лозаини я от него никогда не слышала. Он серьезно так сказал? Да нет, я же сказала, я пошутила. Ну, и шутки. Хотела посмотреть на вашу реакцию. Ну, нет, если вы хотите, мы готовы потесниться. Мы можем взять его с собой, чего-нибудь. Они все равно. Вы только что сказали три минуты. Две минуты назад, что мы ввали в аэропорт. Я просто для интереса, я просто для интереса. Да здесь все какие-то... Это да. Нет, однозначные. Мы предложили, он отказал. Минутка голоса в голове. Вы вольны поступать, как вы пожелаете. Нет, мы знаем. Мы обсуждаем. Вы видите цели, идете к ней. Я не настаиваю. Ну, просто на случай, чтобы у вас не сложилось... Да он сам не захотел. Прилаховое впечатление. Я не настаиваю ни на чем. Как вы поступите, это ваше решение. Безпонятно. Он не захотел ехать с нами, а мы как бы не привыкли настаивать на чужом присутствии. Ну, или отсутствии, если в случае, если вы захотите остаться все-таки. Вы думаете, что он какой-то плохой? Так лучше он пусть будет у себя в церкви плохой, чем у нас рядом. Не-не-не, я просто думал, видишь, нам же дед сказал, что типа отец святой может знать больше чуть о происходящем, поэтому особо не пекся по адекуации. Да, но зачем нам больше? Мы знаем, как убить эту слизь, как нам главное прорваться. А мне просто интересно. Что ж тебе тепло интересно? Мы что, выгрызлись, играете, мистер джен? Ха! Я пытаюсь передать сюжет собаки. Тогда едь в аэропорт! Еду, хорошо. В нас, собак! Смазать! С злостью просто! А хватит болтать, что-то возьми, торопимся! Да он сам болтает! Жмешь, нога по ром своим, и вы въезжаете на мост. Не хватит он раскрывать себя. Вы едите по мосту? Ну как? Ну, наверное, первые какие-то десяток метров ты преодолел быстро, с злостью действительно, надавив. И следующие десятки метров тоже. Да, в полете тоже. Сбили пару слизи. Ты как замерил следовать? Сбросив скорость или, наоборот, максимально быстрее. Да-да, я въезжаю на середину моста, торможу, осматриваюсь. Видно ли что-нибудь на горизонте? А брось свою наблюдательность, чего не бросить там? Я бросаю наблюдательность. Можешь воспользоваться интеллектом на сегодняшний раз. Я бы тоже хотел, но в жарах, мисс, мисс, мисс. Ну, выберите между собой. Да-да, пусть, это, мистер Джан бросает. Я выбираю Питти. Питти, я выбираю тебя. У меня всего лишь девять. Ну, ты ничего подозрительного не видишь. Как в берег казался пустынным, так я остаюсь. Просто у меня глаза слезятся. Глаза слезятся от негодования по расследованию сюжетных линий. Я говорю, пить те. Я вытираю твои сносы. Посмотри вокруг. Мисс, Джан, это финанс. Я выхожу просто из машины. А, ты прям выходишь. Ну, я открываю дверь, может быть, выглядываю. Слушай, наши вот эти херовины, да, толково же там. Бойницы. Да, поэтому. Может быть, ты не увидел ничего, потому что было тебе что-то смотреть за это. Мамбель. Звук открыт. Мерсикаревым продолжает сжечь. За горизонта бойко марширует армию от дохлых белок. Нет, белки меня любят. Это моя армия будет. Я кидаю. Никто не говорил, что ты не главный антагонист. Давай только по интеллекту. Никто не говорил, что ты не белка. Никто не белка, что он не белка. У меня 17, но я попробую использовать свою везунечка. Тебя хватает, если что. Да я все равно перекину, я хочу 20. Раз за сцену я могу перекинуть кубик. И у меня крит. Греб спит. Блестяще. Я перекинул. Может быть, ну, ты высунулся на подножку, ты взяли рукой за дверь, ты внимательно смотришь. Где-то, пускай справа от вас, но не совсем из того переулка, как она вас атаковала в прошлый раз, ты увидел какой-то, ну, у тебя крит, поэтому пускай вполне конкретное шевеление. Знаешь, это похоже, как вот идешь по улице, какая-то машина, ну, заезжает, там, скажем, в переулок, и вот этот самый капот, видишь, буквально, назадом сдает, то есть раз что-то заезжающее. Я вижу что-то заезжающее? В переулок. Машину? Ну, что-то похоже. Транспортное средство? Транспортное средство, да. Мистер Джент, там вот из того же почти переулка, откуда в прошлый раз на нас напала с розовой ослить какая-то машина. Может быть, это люди, которые приехали с призракой Феймом? А может, это очередной мутант? А может быть, это... Я надеюсь, что это не та пожарная машина. Каждая минута для меня огонь. Она вполне могла. Что-то я не знаю. Ну, говорится, не появишь, не узнаешь, что. А у вас остались еще гранаты? На, есть. Попытался поймать, не получилось. Мне, кстати, я обращаюсь к этой женщине в аптекаршу. Мадам Деспен. Вы не могли бы, вы знаете, путь до аэропорта? Я знаю, разумеется. Да и Киран знает, а Саиди гостит у меня не первое лето. Вот, чудо. Мне нужно, чтобы женский голос не говорил. Вот так вот Джон Джент изобрел навигатора за много лет до изобретения навигатора. Поэтому, что ждать-то? Погнали. А давайте сделаем так, окей. Мадам Деспен кивает. Мы ее привязываем к капоту. Как Мадмакси. Что за люди-то такие? Да, не, не, шучу, конечно. Что, старая женщина? Нет, макеировала, привяжена. Не, 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 не. Давайте поступим так. Она высовывается, наверное, даже слегка опирается на твое плечо. Ну-ка, позвольте, молодой человек. И потом, чтобы Саиди села ко мне на коленке, ну ладно. Пусть бабушка сядет. Я за что уступлю месту. Не, 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 она просто поглядывает. Но если мне не изменяет память, то за мостом, в общем-то, все не так и далеко. Сейчас вы повернете направо, потом можете держаться прямо какое-то время. Снова покажется берег реки, после чего поворачиваете круто налево, и там уже дорога ведет прямо за аэропортом. А может быть, мы не будем поворачивать направо, потому что именно оттуда в прошлый раз на нас напала слезь, и сейчас заехало какое-то транспортное средство. Олег, мы объезд. Крюм дадим. Но тогда можно не сворачивать снова к реке и маунтингар. Ну, возможно, у реки нам будет безопаснее. Можно, это будет немного дольше. Реки будет безопаснее, чтобы полутовыть? Нет, в случае чего спихнуть эту слизь в реку. Лимонад смахнет нас. Да, но мы не слизь, и мы сможем выплыть. Кто знает. Кто знает. Ладно, уже надо двигаться так или иначе. Поехать в объезд или поехать напрямую, но встретиться с машиной или встретиться с... Все равно встретиться с кем-нибудь. Если таща захвачена слизью, мне кажется, как бы мы не поймем, хотя мы встретимся со слизью. Поехали по короткому. Один слизь. О, бак кайфа! Звук рассекается по всей тишине. Как левт владет. И! Я хочу Спас ФМ. Я буду готовить. Я уже несколько раз просил включить Спас ФМ. Так, сейчас... Для этих целей я найду Спас ФМ. Где он находится? Он в оборотнях. Я бы хотел, наверное, к Бронзбойту поближе встать, сесть. Или вы... Ты миссис... 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 Миссис Джен... Хотела это. А ты издумай музыкой. Ты хотела к Бронзбойту, нет? Давайте издумай. Я, наверное... Сейчас сколько силы? Сила? Ну, модификатор. Да. Плюс два. У меня минус один встал и Гронзбойту. Миссис... Давайте так, наверное... Ты машинально, может быть... Ну, как... Ты садишься обратно. Киран слегка тянется с заднего сидения. Протягивает руку, прибавляет приемник. Раздаются звуки Спас ФМ. И Эдриан, Эдриан, смирновато, пожав плечами, произносит. Ну, я оставил волну включенной. Это твое... Вы всегда вынадаетесь в время. А, наверное... И вы давите тапок в пол. На родину был лагерь, поиграл. У нас в фонах. Вы мчите по городу. Ты поворачиваешь направо, и... Вы ничего не видите. А улетит, мол, нет. Ну, на первый взгляд, там действительно ничего нет. И сейчас вы проезжаете... Вы проезжаете еще какое-то пространство. Вы выезжаете к реке. Наверное, Маданг-Веспен, поглядывая через вот эти вот боковые щитки, произносит, что... Да, вот эта вот дорога, кажется, правильная. То есть сейчас вы повернете к реке, слегка проедем, а потом, помните, круто поворачиваем налево и по прямой уже до аэропорта. Вы проезжаете буквально несколько метров. И кидаем мне управление транспортом. Я тогда, если что, бронзбой-то? Хорошо, хорошо. Раз миссис Джент не захотел. Да, оно по ловкости проверяется исключительно. 15. Блестяще. Тогда ты... Вы чувствуете удар в корму? Ну, наверное, просто инстинктивно. Вот ты ожидал чего-то подобного. Понятно, тем более, Фит сказал, что он видел, что-то сзади. Ты резко вдавил вперед. Машина, ну, просто клюет носом пространство, еще ускоряясь. Моментально, буквально, вы все-таки хорошо оснастили свой транспорт. Поэтому ваш удар, в принципе... У вас остались статус транспорта на транспорт? Вот, поэтому этот удар... Сколько он засчитывал у вас? 15. 15. 15. Он не наносит вам никаких повреждений. Ты даже не вернул, честно говоря. Кирилл, ну, испуган, например. Что? Что такое? Что происходит? Что это было? Сова! Все! Харай, это спасай персинов! Я достаю... А ты же мне делал маленький контейнер. На 4 литра. На 4 литра. А, балабенс, по-моему, был. Дорогая! Мочи! Тогда, ладно, я чуть-чуть выглядываю. У нас же здесь вот... Вперед направлен. Да, вперед направлен. Я перелазил через Питя, потому что, скорее всего, я сидела рядом с мужем. Я думаю, я сидел посередине. Ну, не важно. Так, в ручки передай. Нет, я думаю, там тройное такое место, как на фургонах или фурах. Я перелазь. Так, окей. Как ты сидишь посередине? Вы планируете выглядеть наружу или ты пока просто перебираешь? Ну, я хотел бы вы тоже, но если вместе сейчас выглядывать. Окей. Вы видите сзади довольно сюрреалистическую картину. Слегка, видимо, съехав на обочину от удара в вашу корму, который не возымел никакого эффекта, но мгновенно выправившись скользящим движением, за вами едет полицейская машина. Ну, это так, полицейская машина Харвидентов мира полицейских машин. Ее половина, может быть, даже она, в принципе, и нормальная. То есть, ну, увидеть ее с этого, может быть, даже этот край, но ты и видел исчезающим в переулке. Это было похоже на самую обычную машину. Но другая ее часть перекорезана, стекло вогнуто. И это вогнутое стекло мерзко пульсирует, как перепонка, ну, такая дышащая перепонка, вроде порона легкая или сердце. И машина движется вперед и будет вас атаковать. У вас, я сразу вам сообщу, что у машины реакция 6, чтобы было понятно. Но у вас двоих реакция 7, поэтому вы можете решить, что из вас первые действуют. Джон, поскольку ты управляешь транспортом, ты будешь кидать только управление транспортом. Ну, если, конечно, не захочешь предпринять какой-то маневр, там, столкнуть или ударить, то вы прыгаете с машины. Я, наверное, видя это, быстренько закуриваю, достаю этот шланг. С бензином? Не, 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 не с бензином. Мы же протягивали вот этот шланг так, чтобы он был... Боковое зеркало. Был, где боковое зеркало, правильно? Да, и вперед. Я хочу взять и повернуть его назад. А где находится рычаг? А с бранспойтом? Ну, пусть он в твоей шаговой доступности. Хорошо. Я, давайте я фиксирую тогда, чтобы отойти. Ну, или прошу кого-нибудь сзади. Сыр, где-то в мае, сука! Это прям перестает говорить по-русски. Это прям тянет на кетч-фрейс всего сезона. Сыр, иди, давай, сука! Беги! Беги! Сыр, иди! Давайте поступим следующим образом. Ну, это все-таки очень много действий в одном раунде. Поэтому ты перебираешься, ты хватаешь шланг. Ты кричусь Сыр, иди, но хочется надеяться, что все-таки что-то более нежливое. Почему? Это апокалипсис, сзади машины. Хорошо, кричи, кричи, что могу. Нам вообще, кстати, подсказывают, что это кармагеддон уже начался. Ох, да! Вот, пружинка есть у нас. Да, и следующим ходом Сейди, наверное, бросается к рычагу, хватает своего руками. Я же могу закончить действие, миссер Джент. Без проблем. Я не придется драться с Сейди. Хватаю за шланг вместе с миссер Джент. Шланг большой, хватит на всех. Вот. Я жду, я жду. Это этот, радио... Боже мой, как зовут диджей на радио? Я нажимаю. Ну, там же, я думаю, что есть на самом брандсборте. Это за рычаг? Я забрал. Нет, Сейди побежала включать рычаг. Это безбожница. Вот, а я вместе с миссер Джент держу шланг, чтобы мы в четыре руки, да. И, да, в ручках наверняка есть, чтобы вода текла. Ну, конечно. Вот. И я, чтобы распространяю... В общем, хочу открыть шланг и чтобы он поливал сзади нас. Окей. Все, что можно. Вы его держите или отходите? Конечно, держите. Рожден мы в четыре руки. Нет, я сказал же, что мы в шланг болтает, что ладит, что по ковиду, как хобот. Нет, я сказал же, что мы в четыре руки держим. Чтобы заверняка не держать. Это у меня сила бусина. Пускай, ладно, ты активируешь этот, ну, назовем это предохранителем, я не очень хорошо разбираю. Я тоже не помню, но я знаю, что там... Не очень хорошо разбираю в шлангах, как они конкретно работают. Обычно такая хера-то. Пускай, ладно, что ты тратишь на этот свой ход. Вот Саиди в это время добегает, дергает за рычаг, он прям повисает на нем буквально своим маленьким крохотным весом. И пару секунд ничего не происходит. А тут ты очищаешь уже знакомую инициацию движения, назовем это так, и вода вырывается, и это будет проверка на этот раз. Давайте поступим так. Так, пускай, поскольку эта атака не внезапная все-таки, ну, ворог держит у вас пользование. Давайте сделаем следующим образом, это будет проверка меткости, ну, давайте кто-то из вас сделает просто ее с преимуществом. Я хотел потратить две нити, чтобы у меня был автоматический успех. Сайду 6. У меня плюс 6 меткости. У меня плюс 3. Давай. Как хотите. Это вы можете поступить. А это только меткость, без ловкости, без ничего. Я просто это новая сцена, я могу прикинуть. За счет черты везона. У меня еще нить, если что есть. Ну, смотри. Но хочу потратить, чтобы самолет взлетел. У меня две нити, поэтому... Ну, Фитовая, кто будет ему управлять? 15. Пригодится. Ну, если... Это всего 15? Всего 15. Мало. В таком случае вы видите, как струя хлещет из вашего бронспойта. Но машина, ну, она меньше габаритами, чем та пожарная машина, которая вас преследовала. Она виляет в сторону, изящно даже, как будто животное, уклоняясь от струи, выходит на маневр и наступает ее ход, собственно говоря. А можно я посмотрю книжку? У меня просто, да, у меня еще есть атрибут талисман. Я просто не помню, что он делает, может быть, он мне что-нибудь... Миссис Джент, прошу менять машину. Ну, проси. В это время ты что-то хочешь еще предпринять? За счет этого атрибута? Вообще мой ход был. Потому что, в принципе, ходит машина. А этот? Все. Ну, просто Саша Джент кидала мое действие. Да. А ты кидала с преимуществом? Нет, Саша Джент кидала с преимуществом. Преимуществ. Да. Я просто подумал, что-то не так. Я тоже что-то... О, у меня 18 плюс 6, 24. Да. Да. Вода врезается... Опишем мы по следующему образом. Вода врезается в машину. Опять же, за счет своей большой маневренности, маневренности, как правильно произносить это слово, она пытается уклониться, и у нее практически получается. Пускай это выглядит так, что у тебя 24 получается? 24, да. 24. Отлично. Вы видите, как остаток, с одной стороны практически целый, а с другой стороны покореженный, сирены сносят, ну, как клинком, как бритвой, просто сносят с крыши этой машины. Она по вот этой перепонке, которая мечется вместо части лобового стекла, проходит судорога, она пульсирует. Но машина устремляется вперед, и она будет атаковать. И, собственно, она атакует. Но музыка потрясающая будет. Нет. Нет. А, сейчас прошу прощения. Сколько у нас? 15, да? Да. Тогда да. Очень даже да. Но, чтобы было понятно, я выкинул ровно 15. Поэтому, как бы, я достигаю успеха. Но это, опять же, удар, который здесь снимает вас броней же, насколько он называется, или единицами здоровья. То есть, не снимает единиц здоровья у вашей машины. Ты, Джон, чувствуешь удар, и в это время, ну, просто проносится по твоим кистям, которыми ты крепко сцепился за руль. И в это время ты видишь перед собой тот самый крутой поворот, про который говорила мадам Веспен. Она, наверное, даже хватает тебя за плечо, забывшись в этой ситуации. Говорит, вон он, вон он, мистер Джон. И здесь нужно поворачивать. И ты, я так полагаю, поворачиваешь и прокидываешь управление транспортом, чтобы вписаться в маневр. Я, ну, сейчас, хорошо. Я просто хочу, хочу, если получится, хорошо все. Через ловкость 15. Успех. Я хочу. Полицейским разворотом буквально. Ты разворачиваешься, и машина дерлится вперед. Давай. На пожарные. Я хочу подрать Витьку судьбе, шутцу, дедушки, чтобы, когда я делал полицейский разворот своей правильной машиной, жопкой я влетел в какой-нибудь магазин, привел. Выбил. Да, пожалуйста. И там была несущая балка. И полицейским разворотом меня вынесло из этого острова этого магазина, и крыша обвалилась, коповскую машинку и влетел за жопой на его самосвало. Я буду делать проверку неприятностей. Давай, я трачу нить. Ну, поскольку ты потратил нить, в любом случае это задержит вашего преследователя, но если я совсем заволю проверку неприятности, ну, отчет такова моя печальная судьба. А у меня есть заявка, так как я, конечно, помнила о том, что мне стереться, что он делает. Давай я сделаю свою проверку, в случае, что случилось. Но мне нужно тогда до сказать. Я могу, да, если ты посмотришь, я могу на проверку неприятностей выбрать любое число от 1 до 20, с бывшего числа один раз за игру. Я бы хотела, чтобы твое число было один. Один? Вовремя прочитала. Можешь посмотреть. Оставайтесь в Бангоре, ребята, вы уничтожите с листом просто как бы с полточка и построите свой безопасный город просто пока. Там написано именно про неприятность, что я могу либо свою неприятность, либо неприятность оппонента. Давай так, хорошо, я, естественно, это все допускаю. Давай тогда ты опишешь, что происходит с машиной. Она, да, она не вписывается в этот поворот. Ты его ожидал, может быть, она нет. Ты очень резко повернул. И она мчится вперед, прорубая эту стену, несущую балку. Под балкой? А ехала в сторону к реке или к чему? К чему? Вы ехали по берегу реки. Да. Вы повернули там, где говорил Монолево. Отрино. Направо проехали по берегу. На дороге, которая идет вдоль берега, вас настигла эта машина. Я могула описать? Вы двигались вперед и повернули. Давай. Тогда пускай будет так. Прямо как в фильмах. Она ударяется в металлическую балку, эта полицейская машина. А там же бензин. Я выкидываю свой сигарет. Это там слизь вообще? Машина взрывается просто. Я вообще мастер описания. Ну, не знаю. На чем я провел нить в этом случае? Не знаю. Ну, чтобы неприятности были. Не нити. Чтобы неприятные. Это неприятность. Такая взрывается. Такая досадная. Взрывается. Опиши ты. Просто я пока читала, пропустила. Короче, моя машина делает занос. Давай. На резком повороте. Вносится с ракой своей вот этой задней частью, вносится в магазин, разбивая стекла, понимая, что прилавки и сбивая частичный кусок балки, несущий с половины. Половину магазина, не весь само собой здание. Несущую стену. Несущую стену. Я делаю показам. Мы выезжаем из этого магазина. Часть под крышей немножко оседать. И в этот момент этот жигуленок несчастный не успевает справиться с управлением. Возможно, пентакли вылезают из его правой изуродной части и пытаются остановиться, но цепляются за потолок, крышу этого магазина. Остальная часть по инеркции влетает. В магазин сбивает балку и крыша падает. Они сверху, полдома обрушиваются, несчастные живут. И он говорит, блях! Давайте я допишу остаток. Да, все это происходит. Ты видишь, как щупальца, ну, отчаяние просто хватаются за разные там куски камня, какие-то там остатки товаров, которые были в этом магазине и так далее. И тут чудовище настигает вода из вашего бронспойта. И она, видимо, добивает его уже окончательно. Вода хлещет на его щупальце, а тут попадает одно, оседает второе. Эдя просто под огромным напором воды из бронспойта отваливается от чертовой матери. Туша вздрагивает, перепонка на месте стекла, которая как будто глядит на вас злобным взглядом, лопается с громким мерзким хлюпанием. И он взрывает. Он обникает. От воды. И он обмикает. Вы едете дальше и... Мадам Веспен... Да, так водить не доводилось даже моему... Отличная работа, дорогой! Джон, это прекрасно. Если вы будете у нас за штурвалом, то я уверен в успехе нашей миссии. Я... Нет. Будем ехать обоссумевать. Я хотел посматривать окрестности. А давайте сделаем так. Поскольку действительно до аэропорта, ну, мадам Веспен хорошо знала часть Бангора, знает часть Бангора, и там действительно дорога недолго. Давайте вы сейчас просто совершите финальную... Ну, одну из, наверное, финальных проверок неприятностей. Вот, надо было беречь. Давайте кто-то на выбор. Я даже брошу кубик, чтобы определиться, кто это делает. Хотя... Нет. Джон, давай это будешь... Он же за рулем. Ты же за рулем. Тебе, просто К-20 и больше 10? Нет, это в данном случае просто К-20 бросаешь и говоришь, что... 17. 17. Вертолет с листом начинает лететь. Вы, наверное, сами не замечаете, как вы вырываетесь. Пространство становится все более и более открыто. Исчезают последние дома, мелькают еще пара-трой каких-то придорожных магазинчиков. Короткая полоса пустоты. И вы видите, впереди приближающееся довольно быстро к вам здание Бангорского аэропорта. Мне прям не хочется менять радио Спас-ФМ. Надо. Да, ну надо здесь менять радио Спас-ФМ. Можно какой-нибудь поставить там, я не знаю, Грусть изоборотней. Грусть изоборотней. Грусть изоборотней. Грусть изоборотней. Променял белка на безбожницу. Музыка есть нечто, почему бы и нет, в конце концов. Музыка есть нечто. Медленно, но верно. Ну, наверное, ты даже немножко снижаешь скорость, почему бы и нет. И если вы еще вдруг что-то хотите обсудить, перекинуться, пара слов и так далее, сейчас самое время это сделать. Так, я не знаю, что нас ждет в Аэропорт 2, но нам надо отыскать рабочий самолет. Наверное, имеет смысл сразу же ехать на взлетную полосу. Да, безусловно. Найти ангары, насколько я знаю, самолеты паркуют в ангарах. А может быть он будет стоять, я не знаю, есть ли телетрапы в этом мире уже в это время, скорее всего нет. Честно скажу, я тоже не знаю, если вы там видите телетрапы. Ну, не суть. Но я нам нужен не Боинг какой-нибудь. Может быть, нам... Обычно по модуле стоят частные небольшие самолеты. Да, частный самолеты ему нужен точно. Может быть, имеет смысл в таком случае ехать не в сам аэропорт, а объехать его и выехать сразу на полосу. Я же говорил, что лучше сразу же выезжать на взлетную полосу. Обычно всегда есть мы для высокопоставленных лиц и чиновников. Точно. Значит, надо отыскать. Либо для заезда, как раз для заезда машин, пожарных и скорой помощи. А мы кто? А мы, пожарники на Люсе. В таком случае, помолитесь тех, кто верует. Кто ходит на физику, вспомните законы Ньютона. Рассчитайте. Рассчитайте. Едем в последний путь, наверное, возможно, куда-нибудь. Дорогая? Да, дорогой. Вспомни наши былые времена. Ты еще можешь убедиться. Бросить деньги по пути. Едем. Давай. Вы едете, доехав до здания аэропорта, ты закладываешь широкий круг, чтобы посмотреть вообще, есть ли какие-нибудь входы, выходы и так далее. Вы поворачиваете, пускай направо, это в данном случае не имеет решающего значения. Это находишь действительно какие-то ворота взглядом, которые, скорее всего, используют для того, что вы обсудили. Это грузовые машины, обслуга аэропорта, пожарная машина, скорая помощь и так далее. Ворота эти оказываются открытыми. Ты въезжаешь и продолжаешь двигаться по взлетно-посадочной полосе. На самом деле, ну, аэропорт города Бангора, первое, что вам касается взгляд, прямо скажем мне, такой уж он и большой. Там буквально три взлетно-посадочных полосы и небольшая полоса для вертолетов и, ну, одна, вернее, вертолетная площадка, оговорился, и какая-то полоса, которая, судя по всему, используется для частных самолетов. Вы движетесь к ней, я по-моему. Если можно заявку, то я бы хотел попробовать заприметить, пока мы едем, машины, которые, заправщики, автозаправщики, которые заправляют, да заправляют. Не нужно ничего кидать. Понятно, что аэропорт эвакуировался, если он вообще эвакуировался с пешки. И ты видишь машину-заправщик, небольшая такая машинка с проблеском маячком на крыше. Ну, приземистый, небольшой, надежный аппарат. Вы, наверное, потихоньку движетесь к нему. Все тихо, все мирно, ничего не происходит. Хорошо, мы едем туда. Надо выбрать самолет, мистер Джент. Вы же пилот. Да. Самый красивый. Давайте я опишу вам, что вы видите. На двух из этих взлетно-посадочных полосах, я имею в виду большие, для таких глобальных более или менее рейсов, вы не видите самолетов. Трудно, конечно, сказать. И даже, если вы спрашиваете об этом кого-то из жителей Бангура, они растеряны, пожабаны плечами. Потому что, ну, неизвестно. Может, кого-то эвакуировали через аэропорт, может, они слить, сожрала, и теперь, вот, чудовище-самолет летает в небе, хрен его знает. Неизвестно. Как это может быть в неизвестном. Бывший пилот. Один самолет стоит. Это, ну, не то, чтобы кто-то... Если кто-то из вас, может быть, как-то разбирается в этом, вот... Ну, пускай это какой-то такой небольшой старый Боинг. Почему бы и нет. Не знаю, тогда использовали ли в гражданской авиации аэрбасы. Вот. Вы движетесь в сторону, ну, слегка продвигаете сторону частной взлетной полосы, назовем это так. И вы видите там небольшую Cessna. Кого? Cessna. Самолет такой. Это небольшой такой хлипковатый самолетик. В принципе, он, ну, может быть, тебе и ПИД все-таки это сведущий, там, в ремонте, в механизмах и так далее. Да, может быть. Может быть, тебе отец рассказывал, что это частный самолет, часто используется как частный самолет, иногда в почтовой службе. Он четырехместный, ты прямо вспоминаешь сразу автоматически подсчитывая количество возможных мест и так далее. И он стоит издалека, никаких совершенно повреждений нет. Вы движетесь к нему. Невдалеке от него стоит еще один заправщик. Такая же машина, практически точная копия такой же. Может быть, там где-то, не знаю, краска облупилась. И дальше вы видите вертолетную площадку, вы видите один настоящий на ней вертолет. Вы видите еще один частный самолет, но там тяжеловато разобрать, даже ты пытаешься приглядеться. Ну, тоже маленький, тоже такой двухмоторник. Вот, ну, ты пытаешься забрать, и он искорежен, он жутко искорежен, как будто его мял, не знаю, великан своей ладони. Там крылья переломаны, они практически вот так два под углом, винты валяются, один валяется рядом с самолетом. Ну, в общем, над ним явно порезвилась какая-то страшная и загадочная сила. Ну, если мы подъезжаем к самолету, то я, ну, останавливаемся, если я в этом, бронзбой-то поливаю, там, нос, самолет, шасси, что-нибудь. Без проблем. Ты поливаешь, ну, пускай шасси поливаешь все-таки, чтобы, там, не знаю, не повредить стекла и так далее. А то я, бронзбой-то врезается в самолет, он даже немножко покачивается назад все-таки, это большой напор. А давайте поступим так. Так, я все-таки соврал, что-то была последняя проверка неприятности. Пит, прокинь, пожалуйста, неприятности. Ты держишь руках в шланг. 17. Вода еще не заканчивается. Поставим за мистером джентом. Вода еще не заканчивается. Ты, наверное, чуть-чуть пропускаешь небольшую стройку, пока она еще летит, даже буквально ты перекрываешь шланг. Самолет стоит совершенно спокойно. Давайте, не буду вам травить душу, это явно нормальный совершенно самолет, а не какой-то из таких адских механизмов, которые вас смущали. Отлично. Приехали. Выселяемся и заселяемся в новое место леталища. Там, наверное, когда все выходят, я вместо Руджента говорю, там на четыре места. Это без пилота, я так понимаю, правильно? Или с пилотом? Там на четыре человека. Он такой, возьмешь на коленке. А толстый возьмем на коленке. Что еще? А поднимет ли он всех нас? О, небо. Ну, того, да. Вы же пилот, мистер джент. Может, без багажа? Ну, ага. Ну, они наш багаж. Резонно. Мы можем сказать, что мы вернемся с ними. Ты же с ними вообще так. Я хотел бы осмотреться вокруг ангара, ну, следы, кровь. Пожалуйста, брось наблюдательность. Тем более, что тебя насторожили. Останки самолетом. А пока он шкирит, я использую свой трюк, что у меня в кармашке. Забираюсь в кармашек, достаю с кармашка пособие для чайников. А можно спросить это? А, через интеллект, мудрость? Давай через интеллект. Джон, я прошу прощения, я не могу принять такую заявку, потому что она противоречит логике здравому смыслу. Ну, что, а вы где-нибудь, знаете, пока мы путешествовали по городу? Чем? Кто-нибудь в магазик забежал, в библиотеку такой смотрю? Там пилотирование для начинающихся. Кто-то же не забегал ни в какой магазин? 11 у меня всего лишь. 11. Ты ничего не замечаешь. Веди. Это трюк мой. Что я могу сделать? Поверь. Поверь в себя. Главное, верить в себя. Давайте я вам немного помогу. Как говорят в гиснеевских путирах. Мы уже в аэропорту, я думаю, там есть для пилота. Ты ничего, наверное, не замечаешь. Ну, ничего, кроме перекорюженного на самолёту. Ну, каких-то явных пятен слизи и так далее. Просто сложность 30. Нет. Давай, во-первых, ты можешь ещё, пускай будет бросок, пускай это будет, выбирай, чёрт с ним, ремонт или управление транспортом. Я? Ремонт ясен, красен. А через что? Через интеллект? Пускай через интеллект. Ты вспоминаешь. Я скажу, что именно. Можно нить потрачить, чтобы я перета... А сколько у тебя получилось? Может быть тебе застанье. Это не слишком сложная проверка. Через интеллект? Да. 13. Тебе хватает, я же говорю, это не слишком сложная проверка. Я просто прибавил 8 плюс 3 всего лишь. Ты оглядываешься, опять же цепляет взгляд перекорёженной останки самолёта, настоящий одинокий заправщик. И ты вспоминаешь, что вообще в принципе, ну учитывая, что всё-таки в самолёте этой марки, ну естественно, предусмотрен какой-то багаж для пассажиров, ну какой-никакой, хотя бы там пара чемоданов и так далее. Ты прикидываешь, как говорится, хвост к носу и понимаешь, что может быть-то ему мощности-то и хватит на самом деле, даже поднять шестерых. Ну, пятерых сто процентов хватит, прям вот определённо. Шестерых, ну, может, может, вполне бы вероятно. Ну вот, ничего тут такого не... А если бы был Дарк Холлум, кто бы остался? Мы троём бы и остались. Надеюсь, блин, правильно, а мы унились и граним. Мистер Джант, надо, наверное, проходить в самолёты. Да, вроде бы ничего нет вокруг. Закушайте. Заправиться. Ну ладно, заведём. Выходит Эдрианс, щурится послеповато слегка. Выходит Мадам Веспен, изящным жестом, подобрал, не знаю, полы юбки. Вот, выходит с Эдрианса, она благодарностью принимает руку. Крыслер, улыбается тебе, твое сердце тает буквально просто. Ну, не белка. Вы выходите и оглядываете самолёт. Внутри никого нет, откровенно. Не будем мудрить, тут даже наблюдательность не надо кидать. Вы суёте, пускай суёте кто-то из вас с головы в кабину. Внутри никого и ничего не видать. Он настолько мелкий, что можно засунуть голову в кабину, стоя на земле. Ну, в салон самолёта я не вижу. Да, в салон даже нифига себе. Нет, вы где? Я думал, вы подошли к самолёту. Ну, я самолёт настолько низкий, что можно заглянуть в кабину. Ну, вы же поднимаетесь, наверное, заглянуть туда. Я жду решения мистера Джонса. Просто, если он там трапочки подали, там лестница. Обычная лестница, да, наверное. Ну, такая, да, выкидная. Заглядывай, короче, вот это не вот. Заглядывай. Не, я просто так и понял, что вы заглядываете. Поэтому я думаю, что он осматривает салк. Внутри самолёт тоже производит, в принципе, такое нормальное впечатление. Даже, может быть, ты, Джон, заглядываешь туда. Даже, ну, как сказать, излишне нормально. Ну, он прямо вот как будто выглядит так, что там не надо быть особо наблюдательными или семи пядей во лбу, чтобы понять, ну, чтобы предположить или как, не знаю, понять, что именно тебя напрягает здесь. Ну, вот его как будто подготовили к взлёту и оставили буквально. Он такой прям весь из себя, не знаю, всё вылезано, всё чисто. Ты, может быть, ты протягиваешься дальше, суёшь голову в кабину непосредственно пилота, там, панель с огоньками, вернее, без огоньков они пока не горят. Ты видишь, ну, что, Вал, тебе знаком? Надо на себя тянуть, я точно знаю. Да. Ты смотришь на это. Твоей душе, быть может, поселяется смятение, потому что, если до этого ты думал, что мало ли вдруг случай поможет тебе с этим справиться, ты понимаешь, насколько это нереально, и тебе совершенно непонятно. Вы стоите за Джоном, который стоит на голову, и пускай мы обыграем твой трюк, что у тебя в кармашке, следующим образом, потому что я в любом случае не имею права не принять твою заявку. Обещаю, вот теперь точно в последний раз вы слышите сзади вас голос. Да когда мы начнем слышать, что к нам в пустом аэропорту кто-то подходит. К нам до этого подошло три мужика, и мы не услышали. Мистер Джан. Мне было любопытно, будете ли вы мучиться муками выбора, или устроите здесь сразу кровавую баку. Иди стреляй! Так, шучу, ладно, я поворачиваюсь, у меня нет топорика моего любимого, остался он и остался. Я отдаю тебе свой из пожарной. У тебя еще мой писатель. Я выхватываю. Во, кто ты с собакой? Сзади вас, добродушно, вполне улыбаясь, стоит высокий представительный господин в черном-черном костюме, такой G-мен, как это называется, отличный, с аккуратной щеточкой усов. Вы сами говорите с акцентом, поэтому у вас это не прорезает слух. У вас не режет это ваш слух, господи, что со мной? Финал. Ты, Пит, слышишь прямо явный акцент англичанин. Это явно не американец, хотя английский язык для него родной. Ну так что, что думаете, что собираетесь делать и... Кто ты, мать твою, такой? Спокойно. Традиционный вопрос. А что остальные предпринимают? Остальные, ну, они сгрузились, наверное, просто в страхе. Никто ничего не делает. Они не признают? Нет, никто из них не узнают. Да, мы, по крайней мере, точно не узнают. А Кейрон в этот... Ну, наверное, просто поправляет опять свои очки. Так это же... Да-да, именно агент Фишер. Мы, кажется, встречались и с вами, леди. А с вами еще не имели чести. Это ты, который обещал, что всех спасут через четыре дня? Совершенно верно. Ничего не спасли. Теперь это наша посудина. Полей отсюда. Да, в общем-то, совершенно никто на нее и не претендует. Мисс... Простите, я... Ну, вы знаете, злодей из боевиков про Джеймса Бонда или герои боевиков про Джеймса Бонда... Вы же не военные, так? Военные, да? Ни в коем разу. Я представляю, ну, скажем так, небольшую независимую контору, которая... которая преследует свои определенные цели. Так вот, к чему... Ты не говорим. Так вот, к чему это бишь я? Ах, да. Я... Не обладаю всеведением, к сожалению. И... Я припоминаю вас, мистер Адрианс. У меня хорошая память на лица, тем более, уж больно колоритная. Вас, леди, вместе с вашей внучкой, мадам Эсмент, племянницей. Прошу прощения, племянницей. Я тоже припоминаю, а вот ваши фамилии, имена и прочее мне неизвестны. Зачем? Что ты можешь нам предложить? У нас нет мест. Я? Да. Я могу вам предложить благодарность. Благодарность. Благодарность за то, что... Благодарность за то, что, скажем так, вы приняли определенное участие в захвате опытных образцов и так далее. Вы можете беспрепятственно покинуть Бангур и возвращаться сюда или не возвращаться. Ну, как повернуться события, покажет время. А пока вольны держать путь куда угодно. И да, кстати, скорее всего, Балявар вынесет шестерых. Ну, за семерых бы я уже не ручался. Товарищ. Сэр. Что такое? Я не понимаю. Вы, подождите, вы подкрались к нам. Говорите, что мы можем улететь, хотя мы и так можем улететь. Чего вы пришли? Чего вы пришли? Мы же могли стрелять. У меня смелитесь, жена на нервах. У нее эти дни. Все еще? Круглые сутки. Уже без суток. Жесть какая. Хорошо. Давайте будем совершенно откровенно. Давайте. Наша контора в разумных пределах, конечно. Наша контора, я не стану называть ее название и прошу простить меня за это, потому что, ну, хотя бы что-то должно оставаться, как в старых добрых шпионских фильмах. Верно? Так вот, наша организация занимается изучением этого, ну, скажем так, вышедшего из-под контроля феномена. Эксперимент? Эксперимент. Именно эксперимент молодой человек. К сожалению, речь идет о том, что в свое время просто, ну, мы уже... То есть, вы хотите сказать, что это вы виноваты, во всей этой хрени, что происходит? Ни в коем разуме. Ни в коем разуме. Мы, даже наш научный отдел не занимается подобными изысканиями и конкретный источник заражения до сих пор неизвестен. Еще 4 дня назад ситуация вносила красный код, но сейчас нет таких, наверное, цветов, какой ему стоит присваивать. Я не скрою, не скрою, мистер Адренс, перед вами, он, Кейрон, испуганно скидывается. Я, наверное, виноват больше всех и, поверьте, в мою искренность, должен попросить у вас прощения. Я обещал всем жителям Бангура эвакуацию, как видите, явившись лично, не просто так. Дело в том, что нами было замечено то, что если это биомасса, а располагается раньше, еще несколько дней назад, расползалась по белому свету хаотично, непонятно, вела себя скорее как животное, нежели как человек, то, как водится всему живому, на планете Земля, даже если она появилась почти ниоткуда, свойственно приспосабливаться. Вы же видели свою дочь, не так ли, мистер Эдрианс? Эдрианс просто его взгляд прикован к агенту Фишеру, у него читается на лице полное смятение, у него мелко трясется нижняя губа, а вы откуда вы это знаете? Скажем так, мы не препятствовали, до поры до времени мы ничему не препятствовали, но здесь вы поворачиваются уже к вам, вы и этот безмерно талантливый молодой человек, нет, я правда впечатлен ваше, он кивает с улыбкой на машину, ваш транспорт это он доказал свою верность, скажем так, за нами вот, и нам пришлось несколько форсировать события, мистер Эдрианс, последний раз сожалею, ваша дочь больше не появится даже в таком виде, это слизь, к чему тут какие-то псевдонаучные названия, когда проще всего называть слизь слизью, формируют можно назвать это зондом, можно назвать это дроном, можно назвать это доппельгангером или тому подобное чушью, выбирайте на вкус, это без разницы, но она все лучше и лучше, начинает копировать нас и поэтому к сожалению мне пришлось повернуть опасности жителей Бангора и не препятствовать вам без терезренс опять-таки пронести частичку этой слизи старую пожарную часть, чтобы она начала свой путь в незахваченную область города, кстати никому из вас не удалось догадаться что произошло с рекой или вы не пытались почему она останавливала нас как-то больше выживания беспокоило нежели загадки региона мы здесь ставите эксперименты а мы выжить пытались справедливо я же и говорю я не собираюсь играть в героя или изображать невиновного но по крайней мере вы можете быть уверены что наши эксперименты называйте это как угодно необходимо для того чтобы это остановить так расскажи что нам дядька что пришел хотя бы расскажи что происходит в Бангуре вообще попал я вы не видите вертолет как ты пилот он может нас там не влезть остальных здесь ну как я как я сказал за семерых я бы не был уверен ну я имею в виду кого-то придется оставить кого-то придется оставить судя по всему расскажи отец ну наши изыскания во-первых про воду я спросил не случайно может быть вы ну я надеялся что может быть вам удалось разгадать эту загадку но далее на анализ химиком скидывается наверное в этот момент но пока что еще результатов из лаборатории не поступало хотя я надеюсь что там все хорошо может быть какие-то примеси может еще что-то ну я полагаю что дело самой простой химии а так понемногу мы начали ограничивать действия этой зрения и если вы включали новости то могли слышать что в Вашингтоне и Лос-Анджелесе хотя бы удалось это как-то локализовать по всей мере типа собственно поэтому куда вы держите путь я справлюсь с управлением вертолетом но самолет мне не по зубам но со мной оказался неплохой парень вообще он радист но когда я подхватил его ведущего бой с превосходящими силами противника он забрел по незнанию не в ту часть Бангора форсировал реку и случайно признался мне что умеет управлять самолетом казалось бы какое совпадение может быть вы захотите принять его в компанию или он захочет вас эвакуировать это контрол лейл что ли контрол 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 это на коем от времени нет нет а если вы можете взять нас на вертолете в какое безопасное место вы сюда прилетели для того чтобы эвакуировать людей оставшихся мы сюда прилетели чтобы эвакуировать людей сейчас мы остались с капралом вдвоем ну я честно говоря прилетал сюда вообще в одиночестве и не особенно знал что делать поэтому просто начал готовить предполагаемый эвакуацию я слышу что в городе вроде как жил действующий пилот гражданской авиации но видимо он эвакуировался но как видите я предупреждал я не могу узнать все но капрал мне помог я с благодарностью принял его помощь быстро подготовить сесну к лету и получается что я смогу пилотировать вертолет парк сможет пилотировать самолет вместе мы поролы вытащим вас куда-нибудь в области я знаю капрал парк у меня есть такая написка вот в это время из самолета с противником написано у меня из вертолета вернее выходит молодой парень с нашивками капрала он смотрит на компанию видит вас двоих джента и но он нерешительно так улыбается и колеблется на месте он не знает протягивать вам руку или вы будете за что-то бить ему морду тем более что не убивать вас мистер джент миссер джент военный да вы его со второго сезона знаете это был единственный нормальный военный в этом гарнизоне который пытался который мы пытались на свою сторону порешите подсказать немножко паркусик я рад что с вами все в порядке честно улыбаются просто вот как видите я надо было цепляться за свою жизнь ты справился мальчик ну видите мэм я действительно цеплялся за свою жизнь когда ну в общем вы были правы капитан оказался полным психом да военный он после того как его ранили а парень он поворачивается к тебе так и тебя ведь я помню да я вас видел вы были вместе с тем пшизиком которого мы взорвали были и скажем так что да это случайно если он испоткнулся и взросл маленькие кустончики может быть за это я пойду под трибунал но честное слово он поворачивает фишу простите сар но я об этом не жалею пусть я был под его командованием но он совсем слезил с катушек и начал творить черти что ты просто не говори никому охотиться на гражданских которые он заставлял охотиться на гражданских пытался заставить которые эвакуировались пытались эвакуироваться из одного города в другой я в общем-то ушел сразу остальные парни остались с ним но я не знаю чем у них все закончилось а я вот как видите пробирался в Бангор заприметил какой-то блокпост пошел в дальние обход ну и по дурости вырвался выбрался прямо на этих тварей если бы не агент Фишер черт знает почему-то для меня закончилось Фишер лопает в уши одним словом если здесь незачем больше кого-то ждать или кстати что с остальными я припоминаю что в городе осталось больше людей они выбрали свой путь изгоев не думайте о них думайте о нас нас здесь как раз таки многое поэтому есть куда лететь к кому вы можете забрать часть людей вертолетом коль вы прилетели сюда эвакуировать их с комфортом у меня разместится два или три человека без проблем ну там осталось раз-два я пчелся три кинетра в таком случае он поворачивается я оставил белку ради нее он поворачивается к палку капрал капрал кивает сэр и поднимается потихоньку на барсесна кто составит мне компанию буду рад принять кто отправится с капралом без проблем я думаю если не потребуется дозаправка или не будет каких-то форс-мажоров хотя мы залились под завязку он кивает на заправщик небрежно который стоял рядом то следующая остановка будет в вашингтоне ну а что делать дальше там уже я надеюсь что поступят какие-то какая-то конкретика из нашей лаборатории потому что что-то эти ребята в халатах начинают уже затягивать самое интересное мы с парку не забит не доверяем покатываться так как скажут он поворачивается левим прошел на борт мадам Веспен кивает улыбается ему проходит в сторону вертолета вот Сэйди я говорю летим со мной ты влезет ты влезет куда почему влезет там как раз на коленке сняли ну она распахивает свою огромная голова поворачивается к тете мадам Веспен улыбается молодежь да конечно конечно без проблем сайдем она если на трапе стоим я ее так на ступеньках на фоне заката мы поднимаемся в салон окей пожалуйста можно это отыгрывать нет окей кейрон наверное кивнув вам тоже идет мадам Веспен агент Фишер поворачивается встретимся в Вашингтоне будем держаться ну в общем-то я проинструктировал парка будем держаться на видимости я надеюсь все будет в порядке я надеюсь все будет в порядке я надеюсь что все будет в порядке ну в общем-то он наглядывается наверное назад пытаясь понять слышит ли его кейром и он говорит я надеюсь надеюсь что то что что такое ну и ладно пожалуйста все будет в порядке невозможные люди что то что было дочерью этого парня то что сейчас транспортируют мои ребята на еще одном самолете ну в общем видели обломки нам тоже пришлось не так-то просто это смесь будь она дочка этого товарища она не проявляла агрессии в отношении явных признаков агрессии так ведь признаки интеллекта присутствовали поэтому тут не совсем ясна ситуация кому доверять в данной ситуации кому лучше доверять в данной ситуации вообще может быть стоит даже с лизой временами доверять больше чем людям чем военным это да ну я скажу следующее это штука чем бы она ни была в один момент разъявилась так что смял этот самолет как гармошку но как знать может быть изучение этого создания поможет нам в дальнейшем я не могу сказать в конце концов я просто полевой агент не более того не случится не так что мы встречали слезе пожарную машину слезе полицейскую машину а не случится ли так что мы в небе встретим слезе самолет слезе самолет хорошо сказал парень не знаю в этом то вся и прелесть очень многое обещающее понятия не имею но в любом случае я думаю что вернее я не думаю а радары показывают что пространство надо аэропортом пока что чистое будем надеяться так будет продолжаться и дальше пока что а если там вертослизь если она притча над городом и ждет момента когда мы взлетим страшно но в любом случае выбора нет выбора нет надо отправляться здесь делать нечего здесь еще меньше чем ну что ж в таком случае до встречи он поднимает руку над прощание и широкими шагами идет в сторону вертолета где его дожидаются Кенан и Мадам Веспен вы грузитесь все в парк поворот ну он уже там наладил себе наушники что-то там подкручивая тумблеры ловкими уверенными движениями вы размещаетесь он поворачивается назад не вставая с кресла бросает по расчетам взлет где-то через минуту через 3 может быть 3,5 пристегнитесь возможно небольшая зона турбулентности ну а так вроде как потолок и видимость безгранична золотые слова а мы на самолете или на вертолете на самолете они на вертолете я наверное подсаживаюсь иди сюда ко всем троим а и к Сэнди даже ну а нас за компанию мне некуда маленький самолет ну Сэнди наверное садится в кресло в этот момент пристегивается просто скрупулезно выполняя как отличница указания к оправам как бы я не доверял парку а он все-таки военный а он был вместе с призракофилом в лесу когда я встретил старика и он не пытался за меня заступиться и этот мутный агент очень мутный и призракофил был стезнявым мудаком мне кажется у нас выработалась лютая паранойя а я я думаю что все это все оправдано я на всякий случай а я сэйди говорю сэйди если она есть если она есть она есть сэйди существует я ее не выдавал это не мой воображаемый друг я спрашиваю картер и слизь нет ли у тебя случайно твоего раствора знаменитого стабаско и пикакуаны и марганцов сэйди копается в небольшую сумочку несут такая легкий рюкзачок такой девчачий то она прихватила с собой ну немножко найдется да красный если ничего не проделось была такая отрядка мы ехали как парили чтобы ничего не пролилось сэйди ты привыкнешь сэйди все хорошо она такая только с виду ну хорошо она копается в сумке находит давайте сейчас мы это узнаем ой я прости прощения коснулся кубика не касается кубиков он сам может переворачивать 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 она сокрушенно разводит руками показывает просто мокрое одно рюкзакам блин все провелось я блин я виновата надо было крепче держать рюкзак все хорошо нет тогда мистер джент придется довериться ему вы же умеете водить самолет мы его выкинем если что прям на ходу но он не выберет у него нет этих как у признаков филла гличей тем более он же как-то долетел сюда дошел вы думаете что этот агент его не проверил и он был в общем у нас выбор не остается с момента как мы покинули призракофилл и в лесу а сколько дней прошло ну вообще-то пару дней получалось пару дней и у этого парка получается столько приключений было что он прорывался через а какие у него были приключения он просто в город прорывался через ну покинул суда прорывался пару нитей судьбы обрезал уже встретил спасение у нас нет выбора ладно надо же кому-то верить у вас там эпичная пара разыгралась да потому что кругом враги даже название сезона враг повсюду вот теперь вы понимаете смысл этого названия у нас нет выбора я верю в ваш топор миссержент мой нож с вами давайте присаживайтесь пристегивайтесь кое-кто кто может кто хочет может занять кресло рядом со мной мне не потребуется второй пилот но тут вроде открываются неплохие виды не вдруг пристегивайтесь покинулся можно дружине миссера миссер А нам надо было лететь с Фишером все-таки. Ладно, все будет хорошо. Я иду, сажусь. Нет, ничего не будет хорошо. И смотрю на панк. Ладно, все. Я сажусь с парком, все нормально. Готовы, мистер Джон? В путь. Три, два, один, и ключ на старт. Парк поворачивает ключ. Я не знаю, как это работает. Ну, там кнопочки, тумбли. Ну, самолет дергается с места. Его ход становится плавным, он ускоряется, ускоряется. Парк опытным, уверенным движением, тягивая штурвал на себя. И самолет мерно отрывается от земли. И вы взлетаете. Ну, как обычно, от набора высоты закладывают уши. Он какое-то время набирает высоту интенсивно. И вы держите путь в сторону, очевидно, Вашингтона. Да. Сцена после титров. На мой титр, покажи. Да. А Фишер, оставшийся на взлетно-посадочной полосе, некоторое время смотрит след вам, потом расправляет плечи, слегка потирает спины. Ай, черт, вообще какой-то дурак придумал, что нужно постоянно носить эти костюмы на полевых выходах. Или это придумал я сам? Идиотизм. Он поворачивается к Эдриансу и мадам Веспен. Дамы, вперед, вы, мистер Эдрианс, можете помочь леди. Я буквально сейчас, сейчас я свяжусь с одним оставшимся в Монглоре человеком и догоню вас. Мадам Веспен, наверное, заикается. С кем? Всему свое время, прошу вас. Она кивает, садится кейером, неловко своим всем полным тельцем забирается вверх. Фишер сует руку во внутренний карман пиджака, достает оттуда рацию и произносит. Джеффри, ты можешь, я обещал тебе, что с тобой свяжусь и могу сказать, что ты можешь. Ты можешь свободно эвакуироваться. И еще раз спасибо тебе за то, что прикрыл. Ну, он отпускает тангенту. Оттуда раздается голос. А, агент. Ну, что ж, хорошо. И очень-то мне хотелось изображать мистику перед нашими горожанами. Ну, три старика тут вообще весело слетели с катушек. Один пытается держать оборону, другой вернулся в город и лучше бы не возвращался. А третий, я не знаю, если они собираются эвакуироваться из Бангора, это будет неплохо. А если вы все-таки соберетесь подобрать этих трех психов, то эвакуируйте их, пожалуйста, вместе со мной. Честно говоря, жалко оставлять столь забавные экземпляры. Фишер жмет тангенту. Конечно, Джефф. Кстати, где ты служил, так и не расскажешь. В другой раз, агент Фишер. Или как вас там. В другой раз, так в другой раз, Джефф. Конец связи. Конец связи. Мы заканчиваем приключения. Враг повсюду, поедет в судьбу. Я думал, что вылетит все-таки Джон Джент на самолете. На реактивном ранце. Это было прикольно. Спасибо. Да, давайте посмотрим. Спасибо, ребята. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы это все посмотрели. Да, действительно, хэппи-энд. Действительно, очень крутой хэппи-энд. Как так, оно спасибо тебе. Да, действительно, Саша пишет, что много вопросов остались без ответов. Но какие-то ответы, может быть, вы сейчас получите после игры. Потому что если у вас есть что-то обсудить, пожалуйста, вы можете это сделать. Ну, а вообще, в принципе, да, действительно, этот сезон окончен. И вы проявили, как я бы сказал, замечательную смекалку. Дайте я включу жарец, потому что легкий угрожающий. Эмбиент немножко действовал. Мне на нервы, если честно. Но музыка битвы там совершенно не подходила, потому что, к счастью, у вас ничего неприятного не ждалого аэропорта. Ну, вы проявили действительно смекалку. Как вы замочили призрака Фила и его напарника. Это вообще потрясающе. Ну, это там все зашло, что дальше. Ну, и с машиной вы, в общем, там разобрались тоже хорошо и без всяких лишних потерь. Давайте, если есть что-то обсудить, то, пожалуйста, можете сказать свои пару слов. Ой. Ну, до хера от вопросов, до хера от ответов. Я даже обещаю, в принципе, но если это как-то не будет влиять на дальнейшие такие сюжетные ветки, если хотите, можете даже о чем-то спросить. Я могу раскрыть какие-то карты о том, что все-таки происходило в городе из-за того, что вас называет, из-за того, что вас настанчивало. Да. Давай. Ну, хорошо. Я так понимаю, типа, слизь начала мутировать или типа того? Мимикрия. Слизь начала, ну, мимикрировать, потому что это слово проходит лучше всего. То есть, если сначала ее представители, перед тем, как совсем она спасся на тентакле, они были, в общем-то, так похожи на какой-то слепок человека, то они сейчас более или менее косят успешно под человеком. Что, собственно говоря, к сожалению, случилось с дочерью мистера Эдрианса. Так, коль она не противоречила опасности, типа, можно это наводить связи, вести переговоры. Так ее же везут саркофаги, прячут, чтобы исследовать дальше. Про это же сказал агент Фишер. Это из всех вопросов, на которые я пока не отвечу, потому что она сейчас... Агент Фишер сказал правду, она ее действительно захвачена небольшим отрядом агента Фишера, и она движется сейчас. Это новая форма жизни. Для изучения. Симбиот. Она сольется с белкой, прикинь. Может быть, она уже слилась, уже ошметки слизи оставляет. Ошметки призрака филов силились в белку. Я любил тебя. Глаз белки покрывается. Я любил тебя. Я понимаю, что про воду бессмысленный вопрос, потому что это, ну, вместе с этой рыжей волосой бабой, скорее всего, раскроется дальше. В реке. Ну да, то есть, здесь тоже, надо сказать, эгент Фишер сказал чистую правду. И действительно, что-то в составе воды мешало рвануть через мост. Собственно говоря, это было первым, чем заинтересовалась вообще контора агента Фишера. Почему именно здесь? Это, прямо скажем, была аномалия, почему именно здесь и что там происходит. Начали ее изучать, и тут напоролись на это исследование мимикрии. Ну, понятно, что второй агент это отец Фраер. Ну, тут не будет никакого, на самом деле, спойлера для дальнейшей истории, потому что отец Фраер не полевой агент в данный момент. Скажем так, он просто, ну, они пересекались в свое время с Фишером, и он, зная о том, что отошел от дел и принял сам священника, просто попросил помочь. Это напоминает мне одного священника из одного ваншота. Я думал, правда, что он военный, скорее всего. Саня, ты просто хотел, что ли? Да, все, уже не хочу, ничего страшного. Я вообще не хочу ничего. Ну, давайте. А что за Саня видела за мразь? Мразитень? Мразитень? Тени-мразь. Это был агент Фишер. Он тени-мразь? Нет, почему? Ну, ему просто каким-то образом удалось безопасно преодолеть берег реки. А что он криповый себя вел, стоял? Ну, а вот что он делал? Исчез. Он просто смотрел следом за вами. Мы уехали. Он никого не атаковал, никого даже не пытался напугать или спровоцировать. Священник какой-нибудь СРУшник? Не скажу. Со священником мы не познакомились, поэтому... Так мы пытались. Да, я пытался прямо вырулить, но тут давайте уже, как бы, я не любитель всяких рельсов, совсем уж таком рельсовом их понимании, поэтому, ну, если это вед сюжета не раскрылось, ну, это ведь уже-то не раскрылось, скажем так, что, может быть, если с отцом-файтером бы вы пообщались раньше, вам бы удалось по... Вот... Первый сезон назывался враг внутри, второй враг снаружи, теперь враг повсюду, как будет четвертый называться? Я пока не... Враг есть я! Я есть враг! Я странно главным антагонистом, вы думаете, что с вами поедет? У нас будет персонаж, который будет ходить и говорить, я есть враг и белка. Я пока не решил, как он будет называться, но одно из рабочих названий враг повержен. Враг повержен? Да, может быть. А, мы поверзим? Поверзим врага? Мне кажется, поверим. Поверим. Враг поверил. Поверил. Не поверил, а по вере. В силу коммунистов. Поверим. Пам-пам. Русская церковь, вы добреете. Вот это. Русская церковь 7. Я первый сезон, в принципе, играл. Я думал, что вольюсь во второй, к счастью, я в него не влился. Честно. Я бы не влился. Ну, это был угрожен? Нет, не был. Я хотел влиться во второй сезон. В первый, когда сезон вы играли, я был беременный. Ты сказал, что я был в первом сезоне? А, нет. Хотел влиться во второй сезон. А то с кем ты там играл в первый сезон? К счастью, с беременным Катей. В основном. И с родившим Слизь. И с родившим Катей. Нет, в Слизь я играл, когда уже родился ребенок. Там Слизи было значительно больше, поверь. И не только Слизи. И прочих отходов. Вот. Ой, неплохо. Я рад, что я не влился во второй сезон. Меня бы просто порвало под конец. Просто, когда призраковил творил дичь. Потому что я когда монтировал, меня порвало. А я представляю, что я играл, меня просто на игре меня бы порвало. Поэтому я счастлив, что я не был во втором сезоне. Во втором сезоне. Я не спала ночь. Чтоб ты понимал. Я видел просто. Я захожу с утра в чат и там 200 с хером сообщений. А жесть. А жесть. Которая самая мощная бомберка. Призраковил. Все время на шоке. Все время на шоке. Персонаж изначально такой задумывался. Вот. В целом прикольно. На все вопросы в целом ответили. У меня был вопрос по Файтеру. По всем остальным. У меня был вопрос очень странный город. Вот. Да. Прикольно бы было. Наверное. Я еще одну рассказываю. Прикольно бы, наверное, если бы путь пошел сразу же не с Даркхолма, а с отца Файтера. Если бы раньше вышли на агента Фишера, был бы такой более спецагентский эпизод, а не такой менее хаотичный. Было бы прикольно, наверное, с одной стороны. Вот. К своему сожалению, не могу я играть в постапокалипсис под звуки джаза. Хоть убей. Мне сложно держать хоть чуточку постапокалиптического настроения под звуки джаза. И когда все подкрадываются незаметно под этот джаз. Вот. Ты как знаешь, Велик, в фильмах ужасов. Ты стоишь, ты разговариваешь в зале, и... А! Ну, это оно и есть. Да, да. Прямая совершенно оценка была. Я думаю, вы поняли. И поначалу первый стрим было тяжело привыкнуть к такому небыстрому повествованию. Вот. Ну, прям очень размеренному такому. Вот. В остальном прикольно. Мне кажется, что мы в целом не творили много дичи с ребятами. Ну, в целом мы реально пытались двигаться по сюжету, придерживаясь своих целей, пытаясь плевать на слизь, вообще на изучение слизи. Мы хотели спастись и свалить. В общем-то, что мы вполне себе успешно делали. Вот. Пользовались своими навыками, которые не зря, в принципе, получили каждый. Дальцман даже сработал под конец. Вполне неплохо. Очень удачно. Это, к слову, единственный артрибут, который у меня не прописан досконально. Там просто очень большое... Машина бы... Много чего можно делать. Короче. Прикольно. Машина бы могла подзадолбать. И джент использовал свои навыки с доблестью и со всей остальной мускулами, убеждал людей. То есть, вот. И у меня вот этот весь наука-ремонт, в принципе, сработал. Потому что изначально я думал, что персонаж, связанный там с ремеслом, с починкой, с чем-то, ну, вообще прям будет не в тему. А в целом... Не, очень в тему. Оказалось, что в целом вполне себе в тему. Вот. Прикольно. Хорошо. Враг поверил. Готов. Я... Все, цель выполнил. Я оставил белку. И нашел любовь просто. Все цели. Нашел новую маму с папой. Нормальных, а не тех, которые пугали меня русскими. И держали в бункере днями и ночами, готовясь... Готовя меня к холодной войне. Вы думаете, почему я сбежал в лес, а не остался с родителями в Кассел-Роке спасаться? Вот. Сбежал в бункере. Знали мою фамилию? Сквирлов. Надо уже мыть так. У меня было две фамилии. Сквиртлов. 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 Нет. Ну, это не отсылка к покемонам. Это отсылка к белкам. Сквиртлов. Вот. Поехали. Возможно, я возьму фамилию этой Сейди. Буду. Пити Веспен. Красивая. А кто сказал, что она Веспен? А кто? То есть это вопрос, который надо ответить? Это ещё одна отсылка, до которой мы дойти не успели. У меня, кстати, была продумана ее фамилия, ее фамилия Плискин. У Сэйди? Да. Нет, лучше Сэйди Плискин. Я кому-то отсыл. Побег из Нью-Йорка. Это старый фильм с этим. Фильм Карпентера, когда там змей, как его, СД или как его, Плискин, такой лихой чувак, который спасал президента из глобальной тюрьмы, в которую превратился в Нью-Йорк. Только же пасхалки делаешь. Нет, лучше Сквирлов, Плискин, как и у Бога. Пить Типлискин. Только на Бусти. Честно, лучше Сквирлов. Я тоже решил, что не очень просто. Только на Бусти Женя нам, наверное, сделает. Побег из Сэйд, от Сэйд. Хорошая идея, кстати. Давайте. Литей судьбы. Кстати, ну я и ладно, я сделаю это для Бусти на самом деле, потому что их тут дохрена. Мы режем нри игры. Нри игры. Вот, в целом прикольно, мне понравилось. Ой, все. Саня, ты избавилась от старушки. Но не взяла Дарк Холма. Да, кто... Это вы вообще-то решили за меня, что я прям что-то испытываю к Дарк Холму. Нет, правда. Скажи пару слов, Женя. Да. Женя, спасибо большое. Мне по-прежнему нравятся нити судьбы. Ничего не изменилось с первого сезона. Кроме того, что Паша стал ненавидеть меня. Я не ненавижу. Все закончилось хорошо. На камере, да. По поводу персонажа, у нас будет четвертый сезон, может быть, там мы вскроем наше прошлое. Не буду сейчас задаваться в подробности. Может быть, там вскроется, кто мой отец. Вполне возможно. Я подпишусь на Бусти за 350 рублей и пропишу NPC, который будет моим отцом. Ну, меня, в принципе, устроил конец. Копейник. Я обрела сына. Это прям ван лав. Я обрела, как и дочь, может быть, но пока еще так... Невестку. Пока еще так, смутненько немножко. Ну, и муж остался таким же идеальным в моих глазах. Сильным защитником, за которого стоит держаться. И просто хорошим приятелем. Потому что мастер Букаки остался в вангоре, наверное. Да, ну, неправда. Ничего мы не понимаем. Не было батла. Неизвестно, кто больше мастер. Во-первых, это была женская хитрость. Потому что я, возможно, хотела, ну, мотивировать его, отправиться с нами. Он сильный мужчина, а мы выживаем. Как бы у нас больше шансов было бы выжить с сильным мужиком. Вдруг Джон Джен бы не выжил, а тут раз, и нормально, есть еще один сильный мужик. Ну, Паша, если в твоей голове все выстраивается именно так, я не рада. А по поводу женщины, которая подкатывала, трогала коленки моему мужу, это была просто ревность. Поэтому я хотела ее убить. Не убить, как бы, избавиться. Вот так. Не убить, избавиться. Не избавилась? Избавилась. Миссия выполнена. Как достичь успеха с Сашей Джен? Ну, я рад, что... Курсы за 10 тысяч рублей. Выжить в апокалипсисе миссии? Ну, я не знаю, что... Ты скажи. Давайте я скажу пару слов. Если честно, мне этот сезон больше всех понравился, прямо скажем. Потому что я... Ну, так уж, ладно, поделиться закулисными тайнами. Я его специально продумывал так, чтобы он не стал дорогой из пункта А в пункт Б. Потому что предыдущие два сезона, они, по сути, были на этом-то и построены, по идее. То есть, кто ребята собирались в кемпинг, кто ребята собирались из Касл-Роков в Бангор. А тут решил посмотреть, что будет, если просто такой город с налетом загадки и окутать его дымкой паровой и так далее. Судя по всему, у меня это получилось. Но так или иначе, как более или менее, все загадки были у тех жителей раскрыты. Никто особенно не таил никаких кирпичей за душой. Я только добавлю, наверное, еще то, что три старика, оставшиеся в городе, собственно, мистер Бахман, мистер Дархолм и мистер Грей, за которого еще спасибо, Саша, как так оно... За Сейди спасибо, самое главное. Да, за Сейди тоже огромное спасибо. Карл Грейм мудак в итоге. Вот. Но в этих троих я прошу вас не искать каких-то глав... ну, ничего сверх особых отсылок. Это просто три старых засранца, которым нечем заняться. Дархолм не старый. Поэтому они решили действительно остаться в городе и посмотреть, что они могут сделать, использовав свою особую грейвскую магию, жизненный опыт мистера Бахмана и Big Dark Fantasy с мистера Дархолма. Ну, к чему это придет, покажет время, мало ли. Ну, мне кажется, они в большей безопасности, чем вы, потому что эти-то устроя точно знают, как постоять за себя. Так мы-то и как раз... С нами парк просто, наверное, наметно это по-любому. Отвечу немножко ребятам в чате. Спасибо за комплименты. Мне тоже понравилось, как я сказал, приключения. Спасибо, что принимаете пасхалки. Вот. И нет, Марк, в следующем сезоне дженты не будут с злодеями, но если они только сами этого не захотят. Ну и финал я хочу сказать по поводу всеми любимого призрака Фила. Он жив, да? Нет, вы уничтожили призрака Фила. Что тут теперь сделать? Вот. Все-таки ему не удалось выжить. Ну, как бы, к сожалению, он просто встал не на ту сторону. Если бы он принял предложение Фишера поучаствовать как-то в научных изысканиях, а во втором сезоне было именно такое предложение от агента Фишера, с которым он тоже встречался, может быть, было бы все совсем иначе. Но он поддался жарде крови, скажем так, и не сохранил своего благородства. Хотя когда-то клялся защищать эту страну. Ну, что поделать? Такова история персонажа. И, с другой стороны, он уничтожился эпичной смерти. Хотелось бы пересматривать вновь и вновь эту смерть, как сделали 10-часовое видео смерти Джоффри в игре Престолу. Жаль, что... Главное... 10 часов смерти предрекопил. Главное, не как Стума и Копатыча 10 часов подряд. Это вообще жесть. Стума и Копатыча. Да, неплохо. Ну, да, можно нарезать такую версию. Я думаю, для Бусти просто... Если кто хочет... На Бусти хотят только 10 часов Кирилла. Поэтому, знаете ли... Стоны Кирилла хотят 10. 50-й тенок Кирилла. Ну, а к слову сказать, подписывайтесь на нас на Бусти, подписывайтесь на нас вообще везде, заглядывайте в Дискорд. Там есть шкаф, вокруг него гуляет неприкаянный Даркон. Вокруг шкафа, по-моему, секта почитателей Даркона. Да, секта почитателей Даркона и так далее. Мы, как всегда, рады, что вы были с нами в этом приключении. Мы, как видите, все-таки уложились, как планировали в один эпизод. Пусть он длился несколько дольше, чем обычно. И на этом эта часть приключения действительно закончена. А будет ли финал? Вот, наверное, последнее, что отвечу чату. Да, как так оно говорит, что можно еще от меня Старфайндера и Ктулху и так далее. Да почему нет, на самом деле? Ну, Ктулху с более высокой долей вероятности, Старфайндер с меньшей, но тоже, чем черт не шутит. Но, тем не менее, если вы захотите, и ребята захотят, мы, конечно, завершим эту историю. Ну, следующий виток этой истории, я думаю, будет уже завершающим, потому что она и так длится достаточно долго. С вами были герои Метагейминга. Всем пока. 10 часов стонов Кирилла. Почему бы не рассмотреть этот вариант, серьезно. Берегите себя и своих близких, и свои ушки. Субтитры сделал DimaTorzok